Спасибо, что включил с тобой, Герасимов. И, ребята, сейчас вы увидите целых 10 первых серий Егорио в одном большом фильме. 10 первых частей без какой-либо рекламы, без пересказов одной большой цельной истории. Таких видосов, таких фильмов будет у нас 3 штуки. С первой по десятую серию, с десятой по двадцатую и с двадцатой по тридцатую. И делаем это для того, чтобы все новые зрители, которые смотрят эту легендарную историю не с самого начала, могли ее полностью посмотреть и погрузиться в нее с головой. Ну а те, кто смотрели предыдущие видео, вам рекомендую все равно пересмотреть. Возможно, вы что-то пропустили, возможно, вы что-то забыли. И лишний раз себе напомнить, какая это на самом деле тяжелая история, которая идет уже более полутора лет. Но если смотреть не будете, все равно, пожалуйста, поставьте лайк на это видео прямо сейчас. Вы очень сильно нас поддержите и поможете этому видео попасть в алгоритмы. Так что не буду больше затягивать. Приятного просмотра, алдам канала. Спасибо большое, что смотрите. И, конечно, новичкам, кто будет смотреть впервые, посмотрите, какая история действительно случилась со мной в жизни. И она началась просто с того, что я закопал капсулу времени. Как я и сказал, изначально вся эта история началась с того, что мы закопали капсулу времени. В нее мы положили айфон, макбук, разные валюты, разные предметы, которые так или иначе отражают наше время. И мы рассчитывали, что эта капсула времени пролежит в земле лет сто. И ее откопают уже только наши потомки. Но, к сожалению, все пошло не по нашему плану. И после того, как мы выпустили ролик, уже на следующий день группа малолетних школьников выкладывает видео на YouTube, как они находят мою капсулу времени. И посмотрите, чем все это в итоге закончилось. Смотрите, вот там, вот там где-то клад. Клад. Там айфоны, макбуки, биткоин. Наверное, я не знаю, честно, честно. Сейчас откопаем. Подписывайтесь на канал Егорю. Егор и Егор. Так и прикиньте, что сейчас там. Скорее. Ну что, что мы вот это, я не понимаю. Вулки надвижим, пацаны, у меня деньги заходят. А что только две лопаты взяли, а? Записывается, записывается. Главное, этот не при***ть видос. Дорога, видишь? Они по дороге шли. Видосик. Сто проц, сто проц. Тихо. Да тихо, блядь, блядь. Да нас сейчас спали, пучок. Все нужно. Что, осторожно, осторожно, не врони. Идем, идем. Давай туда. Проходи, нормально. Куда идти дальше? Дальше, стой. Знаешь, куда идти? Видосик? Видосик, куда они шли? По-моему, туда. Давай, давай туда вот дальше. Тут тропинка какая-то есть, типа. Пойдем по тропинке. Вы главное, не забывайте, что смотрим канал Егорю. А что куда дальше? Меня звук напрягает. Вот это тут. Вот тут я уже не знаю, посвети. Дурак, что ли? Да ладно, ладно, не время. Дай ты ему лопату дал, он совсем убьет. Мы пока еще не нашли, что угорать-то. Я, короче, не думаю, что надо вглубь уходить. Они, ну, не такие умные. Они куда-то шли, с лишней, было у них. Нет, подожди, давайте вон там, тут тропинка есть. Мы пройдем по-любому. А вдруг мы здесь потеряемся? Сними вокруг, блядь, пусть и обосрутся какие-нибудь смелые. Давай лучше. Не, охуенно. Рок, 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 блядь. Давай, блядь, я первый иду, конечно. Да иди молся, блядь, тогда. Ой, не ори, тут кто-нибудь, блядь. Подожди. Стой, 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 подожди. Вот это полянка. Пацаны. Посвети-ка фонариком вот сюда. Пацаны, стой. Пацаны, стой. Блядь, тихо, стой, не наступай, не наступай, тихо. А что не наступай? Кто-нибудь проснется, дай сподземлю. Дед, блядь. Ну что ж, ебать. Те. Стой, подожди, а вокруг, подожди, может здесь смотрят, блядя, никто. Нет, ты уверен, что это то место просто? Да, да, это то, посмотри. Смотри, свежие следы. Стой, стой, дай лопаться. Блядь. А где это, пожалуйста? Вот. Вот. Ребята, подписывайтесь на канал. Видите, что мы делаем для вас? Капаем в лесу ночью, рискуя жизнями, мы сесть можем за это. Да тихо тебе уже. Тебе сидеть не привыкать на бутылке. Да, да, да. Все это ради вас. Ради вас одних. Егорио. Не забывайте. Слушай, а посмотри, какая она глубокая. Слушай, это что-то ужасно. Да я говорю, там стоя, потому что мы наймые стали. Они чуть-чуть закопали глубже. У меня просто такое предположение, вы не думаете, что это наеб? Пацаны, а что? Наеб. Наеб? Посмотрите, вон, вон что-то. Это земля. Есть. Это та самая боня. Вон, смотри, там что-то есть. Часуй. Слушай, реально, где она? Вот у нее. Под землей. О, заебомба. Они думали, что через сотку лет, короче, кто-то раскопает, а мы просто... Не, ну это контент, ребят. Мы вообще все закапываем на... Забросно. Подлетел контент. Охренеть, фонарик, фонарик. Я тебе говорю, сейчас миллионниками заражают. Фонарик. Ты чувствуешь хайп? Такой, как-то... Хайп, такой запах хайпа по утрам. Я тебе говорю, сейчас вся его аудитория к нам придет, потому что это у нас же, я тебе говорю. Он в лакахахстанет. Потому что нахренные пацаны. Смотри. По факту, чтобы было спокойнее, он это в землю закопал, правильно? Ты долбал, умничка. Да тихо, тихо, я для всех говорю. Он в землю это закопал, правильно? Земля общая. Лес. Тут территория ничейная. Мы пришли, это откопали. Это сейчас наша земля. Это не кража. Да, сейчас мы на ней, это наша. Спокойно, давайте копаем, копаем. Ты смотри. Еще онбоксинг будет. Бля, макбоксинг. Тихо, тихо, не надо. Макбокс, стоп. Убери песок. Слушай, ну она не полная, в любом случае. Хотя, у нас денег не хватило на полную. Самый true content на канале Егорео. Самый говно контент, блядь. Ну, хайп будет хороший. Чувак, ты сам на этом канале. Тихо, тихо. Нет математики, блядь. Пойдемте домой, а. Я так в жизни не работал, вообще не работал. И надеюсь, не буду больше работать. Это все для вас, ребят. Мы стараемся. Не он один, а не старается. Все, все готовы? Давай, давай. Лучше там по цепи, там по цепи. О, блядь, ты мне ногу засыпал. Давай, давай, ты что? Давай, вытаскиваем. О, норм, норм. Тихо, 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 сейчас махнем сверху. Тихо, тихо, тихо. Стоп, стоп, надо это сделать красиво. Красиво делаем. Снимаешь? Снимай, канал. Давай. Ой, нет, нет. Там, 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 там. Прямо вот сюда. Ну все, минус кнопка. Короче, Саня в лохах остался. Стой. Вот, 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 я подземил. Я тоже, я тоже. Вот они, долбовелые. Пальцы не причем? Стоп. Сейчас это все как в кого-то. Ну что ж. Тихо, тихо, руки надо. Кноса, на лево. О, ты нифига, ты, блядь. Зафоткай, сейчас. Вмстей ему пришлем. А давай в натуре ему выможем. Я говорю, блядь, макбук, братан. Там, смотри, че еще. А это бабки, бабки, блядь. Че? Смотри, он тяжелый. Там ствол. О, там ствол. Нормальная посылочка на 100 лет. Мало кто знает, но тут потом будет написано маркером Е-ГО-РИ-О. Это тянут? Камри-трип. Парни, парни, я сейчас серьезно. Тут что-то интересное. Мы сейчас вещь просто убьем. Интерес подписчиков. Давай хотя бы это я просто открою, мы посмотрим. Бочка, бочка. Ну что ж, я считаю, что все, что там осталось, это будет во второй части. Во второй части видео. Подписывайтесь на канал. Сколько лайков нужно поставить? Сколько лайков? Я не знаю, скажи какое-нибудь число. Как горшок. У горшка интервью берут, сколько вы зарабатываете? И он такой, чтобы вам спиздануть, вот так же я сейчас скажу, чтобы вам спиздануть, но 10к лайков будет. 10к мало, мало. Нормально, 10 тысяч лайков, и мы покажем, что там внутри. Давай, вот так. Давай, пить надо. Давай мы распакуем. Ствол, там еще, что там есть еще? Бабки, ну бабки, не знаю, интересно вам, не интересно. Но, вот это вам просто вот так вот для затравочки немножечко. Неплохо, согласись? 10 тысяч лайков, и мы вам все покажем. Все, что там есть. Все, давай. Но есть один очень важный момент, который мы не показали в этом видео. В капсулу времени мы положили настоящий GPS трекер, чтобы отслеживать нашу капсулу времени хотя бы ближайшие 2-3 года, пока есть батарейка, чтобы быть спокойным, что с ней все хорошо. И в конце мы кладем GPS трекер, который позволит нам в ближайшие несколько лет отслеживать нашу капсулу и быть спокойным, что она лежит на этом месте, что не раскопали, не нашли, не обворовали и т.д. Все окей, поэтому GPS трекер тоже кидаем сюда. И к чему я вам это все рассказываю, вы меня спросите, ребят. А дело в том, что в ночь после публикации видео на моем канале у меня сработал GPS трекер, что он якобы двигался. Я не знаю, ни палатки это с трекером, или, к сожалению, кто-то вскрыл капсулу, но мы решили на утро, что мы поедем и на всякий случай все проверим. Ребята, в общем, у нас сработал датчик капсулы. Марк звонит. Да, да, у нас GPS трекер сработал в капсуле, мы его сейчас едем проверять, да. Если хочешь, можешь подъезжать. Нет, пацаны, сори, я вообще не могу занять. Давай напиши потом, что там узнаешь. Давай. Все, давай, 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 пока. Ну, шанс, что дальше кто-то нашел, очень мало. Не думаю, блядь, что кто-то мог вообще в такой жопе найти эту капсулу. Ты, блядь, меньше снимай, дорогу свою, все остальное, как-то едешь. Не, ну сейчас тоже все равно. Ну сейчас тоже все равно, если ее спистили. Перекрыто? Перекрыто. Ребят, я не знаю, с чем связано, но дорога, в прошлый раз, по которой мы ехали, вот теперь ее перекрыли вот этими плитами, поэтому нам сейчас надо будет театров пять идти пешком. Ты меня напугал. Вот это есть, это человек. Это человек? Рил? Это же человек? Это пакетик. Пакет. А, вон. Вот здесь. Блядь. Блядь, я уже вижу. Что? Сука. Не п***ь. Ехали. Каса. Сука, мне не показалось, блядь, да? Ну да, Юнь. Она раскопана. Как бы нет, да, получается? А что делать, я п***ь? Сука, выкопали, как так быстро, блядь? Еще одна яма, они, кажется, еще копали. Еще яма? Да, это вообще свежая яма, смотри. Ну, видимо, они искали место пышное. Блядь, что делать-то, ебаный свет? Ну, это п***ец, парни, это п***ец. Ты понимаешь, что это просто п***а? Каким, п***ь, образом в п***ь огромном лесу нашли точку, где мы копали яму? Ну, п***ь, мне дорогу снимать было, сто раз п***ь, говорили. 20к, п***ь. Блядь, надо было далеко ехать. 20к, п***ь. Я уже, наверное, нет смысла скрывать. Мы сказали, что мы п***ь, далеко уехали. На самом деле, эта яма была не так далеко от города закапана. Мы там в видосе специально сказали, что она уехала. Далеко, ребята, даже не едьте, даже не пробуйте. Просто мысли даже не было, что какой-то п***ан. Найдёт. Какой-то еб***ь побежит раскапывать. Ну, это ж, ну, это... И, честно говоря, после того, как мы посетили место, где мы прятали капсулу времени, я отчаялся. Я абсолютно не знал, что делать, за что цепляться. Мы попробовали объездить какие-то ближайшие заправки, чтобы посмотреть камеры видеонаблюдения. Может быть, там мы что-то увидим. Но ничего у нас не получалось. Никаких зацепок, никаких подсказок. И, собственно, я попрощался в целом со своей капсулой времени и нигде об этом даже не упоминал. Но потом, в самый неожиданный для меня момент, ко мне в директ приходит фотография, которая стала для нас первой подсказкой. Ребята, я сейчас приехал в кафе, где пацаны обедают, и кое-что им сейчас покажу. Так, ребята, мне прислали одну фотографию. Я хочу сейчас вам ее показать и заснять вашу реакцию. И вот фотография. Это твоя кнопка. Вот это фотография. Что это такое? Я чел... Чел... Делал кнопку и отправил тебе фотографию обратно. А что ты ржешь? С Егорио. И Егорио. И Егорио? Это чувак, который... Ну, это какой-то пранкер или кто, я не понимаю. Но надо, короче, что-то делать. Я предлагаю сейчас ехать в офис и... 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 Искать, кто это такой. С чем он тебе сейчас кинул? Я че знаю. И вот в этот момент, ребята, сказать, что я офигел, это ничего не сказать. Потому что... Ну, это уже перешло в какой-то ранг личного. Потому что эти ублюдки, которые украли мою капсулу времени, которые нажились, скорее всего, неплохо с этого заработали, еще и надругались над моей золотой кнопкой, где зачеркнули мое имя и написали вот этого Егорио. Га***ню. И вот после этого наглого уже поступка я принял решение, что мы точно должны что-то предпринимать и найти главных виновников. Мы поехали в офис и принялись за его поиски. И вот что из этого получилось. Только тут они геопозиции не ставят. Возможно, это не Питер. Егорио какой-то вербитский. Че? Ну, не... Че там? Ну... Алло. Б**ть, на Ютубе видос нашел день назад. Канал Егорио. Украли капсулу времени, ограбили Герасева. Ты гонишь. Ну, все, б**ть. Че? Б**ть, малолетний, б**ть. Записывайте, записывайте. Главное, этот не пр**ть видос. Егорио. Егор Егор. Давай смотреть. Какие-то б**ные малолетки с**тью, б**ть, капсулу. Может, это на... Может, ну, это не... Б**ть, б**ть. Да подожди, они еще ничего не сделали. Погоди. А что? Да в смысле, б**ть? Они вон там же. С лопатой бежут, смотри. Б**ть, похоже на... Они по-нашке, б**ть, б**ть. В видосе, он говорит в видосе. Смотрел мой видос, б**ть, и идет по видосу. Я не по видосу, почему он еще пойдет-то, б**ть? С**ка, мы снимали, б**ть, я говорил много раз. Он сам сказал снимать. Он сам сказал снимать, да, б**ть. Б**ть. Вон, смотри, там что-то есть, б**ть. Что с**ть? Да, какие мы тоже такие, да, п*****? Мы долб**ли. Просто какие-то школьники, б**ть. Какие-то школьники нашли капсулу времени. Причем, б**ть, чуть ли не в день в день, видимо. Они ночью, видимо, нашли. Ох, б**ть. Я на ютубе просто не могу говорить гадости. Б**ть, как неприятно это смотреть. Хайп они хотят, понял? Они, это хайпуют, б**ть. Сейчас мы хайп, пацаны, вам организуем. Что бы ты сделал на месте х**ков? Это надо, они сейчас все продадут этой дерьмой все. Мало кто знает, но тут потом будет написано маркером Е-ГО-РИ-О. Мало кто знает, но тут потом будет написано маркером Е-ГО-РИ-О. На самом деле, эти хайпожоры допустили одну огромную ошибку, а именно выложили видео на ютуб. Потому что только по этому видео можно найти уже каждого из них. Несмотря на то, что в описании нету никаких ссылок на их социальные сети, нету никаких их личных данных, каждого из них можно найти просто по поиску лиц. Собственно говоря, именно это мы и сделали, и нашли каждого из них буквально по щелчку пальца. Смотри, по-моему, это, по-моему, это он. Самое-то интересное, что у одного из них на страничке ВКонтакте был указан его личный номер телефона. Так, ребята, есть хорошая новость. Мы, похоже, нашли одного из них. А что пиши? Только не добавляйся к нему, тихо. Что писать? Ты что, конченый? Тут есть телефон. Все, оху... Все, кто оставляют телефоны и свои мобили на страничке ВКонтакте, ребята, это идиоты. Если вы такой, не оставляйте никогда. Он с Питера, чел. Но мы не стали сразу звонить на их телефон, потому что, во-первых, это было бы жесткое палево, а во-вторых, скорее всего, они сразу бы поняли, что мы их нашли, и закрыли бы все свои странички ВКонтакте, и нам было бы уже гораздо сложнее их найти в жизни. И единственное, что нам на тот момент показалось правильным, это попробовать пробить этот номер телефона. Звоним или что делаем? Подожди, подожди, въебанутые. Зачем сразу звонить? Может, вначале уточнить, может, это вообще не его номер. Блин, это, наверное, нельзя показывать? Ну, заблюдим. Может, это не его цифры, может быть, как-то проверить? А может, номер вобьем еще в интернет дальше? Мы решили попробовать его пробить в Гугле, в разных базах данных, в Телеграм, в Боте, и много где, но, к сожалению, это не дало никаких результатов. Но все же, через пару дней, мы находим кое-что интересное. Если вы старше пяти лет, то вы уже понимаете, ребята, что случилось. С момента, как мы нашли номер телефона, прошло уже пару дней, и мы четко мониторили интернет, и Паша был ответственный за Авито, и нашел очень похожий айфон, который мы клали в нашу капсулу. Но мало того, что это очень похожий айфон, так это объявление выложил еще человек с таким же именем, как один из предполагаемых воров, и что 100% нам говорит о том, что это наш айфон, что номер, с которого выложено это объявление, совпадает с тем, который на страничке у одного из пацанов. Сейчас Рома будет звонить этому человеку, и договариваться с ним о покупке этого айфона. Сразу спроси в него все. Нет, скрой, скрой, это скрой. Или нет? Алло, здравствуйте, слушайте, я по объявлению звоню на Авито. Да, на Авито? Да, айфон, айфон продаете? Да, здорово. Здравствуйте. Слушайте, айфон 12 про, 250 шагибайтов за 100 тысяч рублей. Да, 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 все верно. А чек у вас есть, если что, ну, чтобы проверить? Документы? Да. Чек? Чек, да, есть. Чек, к сожалению, нету, ну, я же говорю, это подарок. Ну, ну, сами понимаете, что подарки с чеком не дарят. Давайте туда я подъеду, я подъеду к вам, посмотрим все, вот, и потом уже определимся с покупкой. Да, да, конечно. Если что, у меня наличка, окей? Да, да, без проблем, конечно. Можете туда адрес сказать, я подъеду. Да, я могу вам сообщение отправить. А, нет, скажите лучше так, по телефону, а то у меня просто телефон может съесть. Проспект Энгельса. Проспект Энгельса. Да, 50. А квартира на всякий случай? Да, я спущусь сам. Или вы прям хотите это? Не, ну, чтобы вас не тревожить, я просто поднимусь сразу, посмотрю. А, через домофон? Да, да, через домофон. Ну, хорошо. Квартира. Тогда я часа через два примерно подъеду. Ну, вы ранее мне прозвоните. Да, 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 я если что наберу. Все, спасибо, тогда давайте, до встречи. Да, да, до свидания. Бам, есть! Хорош, хорош! Это точно, на шефу мы прямо сейчас выезжаем, хватать его за задницу, потому что совпадают гигабайты, совпадает опыленочка замятая, сроки совпадают, телефоны совпадают, имя его совпадает, соц совпадает. Прямо сейчас выезжаешь, прямо сейчас? Да! Ты меня уже все, блин. Все, прямо сейчас выезжаем и едем за этим, хватит за жопу. Что это такое? Сначала оператор, который ему звонил, Рома. Постучиться к нему в дверь, чтобы в глазок было видно только его. Мы расставим камеры в подъезде, на всякий случай. И когда он ему откроет дверь, чтобы впустить в квартиру, уже выбегаем мы с паханом и врываемся в квартиру с двух. Вот в этом районе он должен быть. Ромочка, ты готов встречаться? Это нормально, потому что мне страшно. Да. Да ты забей, это малой какой-то, ему вообще, ему, по-моему, 16 лет, по-моему. Не, проблема, да, реально, во-первых, может быть в том, что если у него есть дома родители, это вообще п***. Если там дома родители, это только бонус наш, то мы сразу объясним всю сетуху, разберемся, я думаю, они нам точно помогут. Они скажут, мальчик, где, блядь, погулять, ты что, на самом деле? Это же, блядь, родители вообще в курсе. Все, погнали. Все, ребят, мы идем в квартиру. Мы стоим здесь. Как открывается дверь. Мы ждем три секунды и выдвигаем. Понятно? Ты дверь держи, давай ему закрывать, я забываю. Там кто стоят с той стороны двери. Кобру. Кобру, пожалуйста. Да. Все, давай. Это я по поводу айфон. Стой, 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 куда пошел? Все, иди сюда. Иди сюда, заходи. Все, братан, ты приехал. Узнаешь меня? Узнаешь меня? На самом деле, сейчас, спустя время, я понимаю, что когда мы ворвались к нему в квартиру, это было, возможно, лишнее. Потому что это я делал тупо на эмоциях, потому что хотел найти его, посмотреть ему в глаза, посмотреть, что он мне скажет. А что вот делать с ним, честно говоря, я не до конца еще сам себя тогда решил. Че с тобой делать? А? Че с тобой делать мне? Да времени у нас много, да? Где твои дружки? Здесь вы вместе? Я один. Поговори, братан, садись, давай. Знаешь меня? Да. Знаешь, да? Откуда айфон взял? Рассказывай. На самом деле, в этой квартире наш разговор длился почти 2 часа. Спустя некоторое время разговора, когда эмоции немного подутихли, я все-таки вспомнил, зачем мы туда приехали. Во-первых, мы приехали забрать все, что он украл. Айфон откуда? Еще раз, на камеру скажи, откуда айфон. Кто? Подарили тебе или ты из капсулы времени взял? Подарили. Хорошо, если я сейчас тебе скажу, что мы тебе покажем чек на этот айфон, и я тебе его не дарил. Ну, понятно. Все, понятно. Во-вторых, мы приехали узнать, как они это сделали, кто в этом участвовал, кто был главный, идея не вдохновитель. Как вы решили украсть мою капсулу, и почему вы ее решили украсть? Эта идея изначально была не моя. Получается, ну, вот этот вот Егор, который Егорьева, его идея была, поэтому он и вел, собственно говоря, канал. Мы там гуляли не один раз, мы просто знаем, где это место, и все. А там уже мы чисто нашли. Там и карьера, и все. Мы там купались, и поэтому мы знаем, где это. Ролик посмотрели, и ночью сразу же пошли этот... Да, верно. И третье, я лично приехал туда, чтобы получить телефон и адрес проживания Егорьева. С адресом, к сожалению, у нас не получилось, но главное, что мы узнали его телефон. Не нужны контакты остальных пацанов. Это без проблем. Давай, играй сейчас. Как бы у меня деньги, я не нуждаюсь. Мне деньги не нужны. А нахуй ты, извиняюсь, продаешь айфон тогда за 100 тысяч денег ему не надо? Зачем ты вообще тогда полез? Смотри, изначально это было ради хайпа. Я тебе лично сейчас хайп организовываю, братан, базара нет. Контакты записывай. У меня есть задача, чтобы ты просто мне отдал вещи, которые вы забрали. Вы украли капсулу, вы украли деньги, вы украли флешку с моим видео. У меня есть номер телефона, вам номер телефона нужен? Все, все, что ты знаешь, мне говори. Это кто? Это Егор. Я записал, все. Этот Егор оказался не просто рандомный какой-то тип, который залетел и просто украл нашу капсулу времени. Это оказался, как выяснилось, наш ярый подписчик, который смотрит все наши ролики, мои ролики, ролики пушили. И более того, он принимал участие в одном из роликов Пушера. Мы очень часто набираем подписчиков для съемок в наших инстасторис, в инстаграм-аккаунтах. Просто типа, ребята, приходите, кто хочет поучаствовать. И Егорю однажды откликнулся и пришел и снялся в одном из таких видосов. И это очень сильно нам облегчает задачу по его поискам. Он давно хочет стать каким-то блогером. Ну, сейчас стать. Вот. Снимался у Пушера, по-моему, когда Пушер набирал подписчиков на видеоролик. Вот. Где-где ты? Какие подписчики? Ну, когда Пушер выкладывал в инстаграм набор подписчиков на видеоролик, Егор туда объявился. А давно, давно это было? Ну, это не новое. Чего, блядь? Подожди, Егор, Егорю снимался у Пушера как подписчик? Да, как подписчик. Он и твой подписчик, и Пушера. Но снимался он только у него, у тебя нет. Какой-то подписчик. И получается, Егорю снимался у Пушера, мой подписчик, и украл мою капсулу. Верно? Да. Охренеть, я все понял. Спасибо. Ребята, все, мы получили телефон Егорю. Пробьем его номер по биллингу. В интернете поискать. А, ну, как этот делали? Поискать, посмотреть в соцсети. Ну, все то же самое, операцию провести, и узнать, где он живет. Думаю, завтра к нему нагрянуть и взять его за задницу, правильно? И, разумеется, это заснять. У меня прям настроение поднялось в гору. Это прям заебись. Забрали айфон, забрали всю информацию, которая нам нужна. Поэтому сейчас, наверное, спать. И завтра хватаем Егорю. На следующий день у нас уже были запланированы съемки моего видеоролика. В теории, это не должно было помешать нам в поисках Егоря, потому что у нас уже, в принципе, был свой план, как мы его найдем. Но в день съемок случилось то, чего я не мог ожидать. Куда что сигнал... Ага. Вы могли бы подъехать к нам в отделение или к нам подъехать к вам? А для чего, извините, еще раз объясните, для чего нужно подъехать? Александр, я еще раз вам повторяю. На вас поступил сигнал о принятовении в частную чужую собственность. Так, да. Я понял. Там мой молодой человек, да? Написал. Я хотел бы с вами поговорить уже лично. Кто написал и что вы по этому поводу можете сказать. Не по телефону. Показания надо давать? Конечно, нам надо давать показания. Сигнал уже поступлен. Напишите объяснительно. Из этого будем исходить, что произошло. Позови пацанов. Сейчас, секунду, можно? Позови пацанов, пожалуйста. Ребят, сейчас, секунду, мы решим. Кто-нибудь подойдите сюда еще. У нас просто мы сейчас работаем, сейчас минуту. А где вы находитесь? Так, ребятки, давайте так. Ну, у меня рабочее время, и я с вами не шучу. Что значит мы работаем? Я сказал, на вас поступил сигнал. Дело касается уголовной ответственности. Вы должны не задавать вопросы и говорить им что-то. А быстренько взять свои вещи и приехать ко мне в отделение. Или я сейчас не еду к вам. Слушайте, можно? Давайте, хорошо, приезжайте. Давайте вы к нам просто туда подъедете. Мы просто сейчас работаем. Мы не можем с работы отъехать. Хорошо. Действуйте адрес. Санкт-Петербург, ***. Не надо это. Тут просто вот ангарное помещение. Вы мне просто позвоните, как подъедете. Из менту зачем? Что такое? Дело завели. Даже не сказал, что иску. Кому-то адрес не дадут. Да. Зачем? Для того, что позвонил мент, сказал, что на меня написали заявление. Ты адрес менту дал. Да ты что? Он меня захочет, найдет, дядь. Он сказал, подъезжай либо в отделение, давай показания, либо сюда въезжай. Либо он сюда приедет. Типа, на нас на всех должны заставлять. А мне нельзя, ***. Кой, Ром! Сообщаю, что мне только что позвонили с полиции. И они едут сюда. Бывали. Это адрес еще сказал, ангар. Он мне сказал, что они просто показания возьмут. Они так всегда говорят, ты типа свидетель. Потом *** наступает. Я превращаюсь в это виновное. Да, они всегда говорят, как свидетель вы проходите. Не, я хочу ***. Как наглости хватает. Они украли капсулу, еще вызывают ментов. Я на камеру спрашивал. Я на камеру, я четко помню. Я на камеру его спросил, не против ли он, что мы здесь. Он сказал, что мы не против. Он не против. Съемки от меня и мы ждем. Я тогда ***. Я не хочу это ***. Да, ребята, вам не показалось. Мне позвонили и сообщили, что на меня написали заявление в полицию. Мы мило побеседовали с полицейским и единственное, что меня вот испугало, он мне сказал, что он сегодня к нам приедет, чтобы взять у меня показания. Это снимать вообще эту *** можно? Да, по закону можно, по идее. Все, я не к нам приедет. Добрый день. Здравствуйте. Александр? Да. Я вам звонил. Проходите. Чего вы тут снимаетесь? Здравствуйте. Вы снимаем видео на YouTube. Видео на YouTube? Да. Вы сейчас меня снимаете? Да. А с какой целью? Вы к нам пришли, он снимает на камеру. В нашем ангаре вы пришли. А вы знаете, что вы не имеете права снимать сотрудника при исполнении? В конституции написано, что могу. В конституции написано, что субъект охраняется государством. Если бы я нарушал ваши права или ваши обязанности, вы могли бы меня снимать для предоставления материалов к уголовному делу. В данный момент я пришел к вам в гости, представился. И вы не можете меня снимать без моего разрешения. В данный момент я пришел... Александр, в данный момент я пришел сюда по заявлению гражданки Решко о проникновении Александром Герасимовым в частную собственность. По адресу. Вы были по этому адресу вчера? Он был по этому. Нет, это недавно было. Когда это было? То, что вы есть. Он проник в мою квартиру без моего разрешения. Я в вашу квартиру не проникал без вашего разрешения. Я объясняю. Я понимаю, что происходит. Ваш сын продавал айфон. Моему сыну 16 лет. Он не имеет права ничего продавать. Ваш сын вор. Он украл у нас вещи. Мои личные вещи. Он украл. Мой сын не вор. Нет, они украли мои вещи. Заявление в полицию есть? Нету. Значит, кражи не было. Что значит не было? У него мой айфон. Вы заявление в полицию писали? Он продавал мой айфон. Давайте без оскорбления, граждан Гришко. Мы пришли с ребятами к нему за покупкой айфона. Он нам открыл дверь. Мы никуда не вламывались. Я у него на камеру спросил, можно ли нам быть в квартире? У нас есть уголовное дело. Уголовное? Заявление по факту проникновения чушу в частную собственность. Мою собственную. Мне разрешил ваш сын. Я у него спросил на камеру, можно ли? Вы готовы написать объяснительное? Без моего разрешения. Это мое должно быть разрешение, потому что это моя квартира. А я откуда знаю, если он стоит в проходе и пускает? Вам надо было поинтересоваться перед тем, как проникать в квартиру. Чья это квартира? Он айфон продавал. И поэтому вы можете проникать в квартиру. Мы пришли к нему покупать айфон. Продажа айфона... Он сам нас спустил. ...вот проникновения в чужую квартиру. Так как ребенок несовершеннолетний, его мать, как опекун, написала заявление о том, что Александр Герасим проник в ее частную собственность. Вы готовы дать по этому поводу объяснительное? Нет. Почему? Я не проникал в ее квартиру. Он проникал. Я не проникал в вашу квартиру. Подождите его в тюрьму, наконец. Давайте успокоимся для начала. Так, давайте... Смотрите, я просто понимаю, что происходит. Поедем в отделение, к дознавателю... Я не поеду никуда. Как это не поедете? Есть почему я должен ехать куда-то. Александр, посмотрите сюда. Вы видите заявление? Видите подпись дознавателя? Мы имеем право задержать. Я прибыл сюда для выяснения обстоятельств. Вы пояснять мне в данный момент не хотите. Я вам по-человечески поясняю. Эту женщину вижу первый раз. Ее сын украл у меня вещи. Я пришел забрать эти вещи. Если вам этого не понятно... По слову правды, мой сын... Где сын? А что он не пришел-то? Где он? Испугался, потому что он вор. И он знает это. Это ты сам ворю, в лес мою квартиру. Александр, сын Александра же вашего зовут, да? Да. Александру 16 лет. И за него сейчас отвечает здесь мать. Вопросы, испугался, не испугался, сейчас к нашему делу не относятся. Вы готовы дать объяснительную по данному инциденту? В любом случае нам надо будет проехать в отделении и все это зафиксировать и дознавать. А что за это? Что значит, что за это будет? Да ничего. Это уже посмотрит суд, что за это будет. Вы проникли в чужую частную собственность. Я не проникал в чужую собственность. Это уже будет разбираться, дознавать. Вы еще ухмыляетесь. Вы зачем это? Вы денег хотите или чего? Не понимаю. Зачем вы ухмыляетесь? Хочешь тебе совет? Давайте, как бы, есть такое понятие, мировое соглашение. Сделайте мировое соглашение. Я понимаю, денег надо, да? Нет, денег не надо. Просто... Никаких соглашений подписывать не буду. Ну, тогда поехали в отдел. Нечего было в мою квартиру влезать. Я что-то украл или что? Не надо на меня так смотреть. Так что, забирай на айфон. Вы спросили у него, откуда у него айфон? Я ничего спрашивать не буду у своего сына, потому что я ему верю. А тебе я не верю, потому что ты влез в мою квартиру без моего ведома. А мой сын несовершеннолетний. И все, разговор окончен. Я принимаю в сторону гражданки Решко и предлагаю проехать в отделение полиции. Поехали в отдел. И там все разберем. Пройдемте в автомобиль. Пойдем. Так куда вы едете? Нам-то что делать? Какое отделение? Саня, нам же делать. Я не буду сопротивляться, не переживайте. Я не сопротивляюсь. Сань, телефон-то взял, Сань? Вам сюда. Сань, телефон взял? Да. Я не сопротивляюсь, зачем вы ходите за мной? Мамке звонит Саня? Нет? Нет. Ни в коем случае. А он скоро домой будет. Ворот открыть? Да нет. Я ворот открою там. Все, давай помешли. Открываем ворота. Открываем ворота. Открывай. Может быть я из дома не уходил. Он что-то не убийца, просто там напишет бумагу. Поехали сейчас заберем его. Там типа штраф еще может быть. Нет. Он что-то напишет объяснительную вначале. И потом его отпустит. Что вот мент просил. И должны отпустить по идее. Давай посмотрим, где это вообще находится. Поехали кости подстреловать 20 минут ехать. Главное, чтобы нас не упаковали вообще. А то я все равно напрягаюсь из-за того, что мы там... Сюда, да, Паш. Да. Налево. Короче, мы приехали, ребят. Саня писал 20 минут назад, что вот-вот должен выйти уже. Что его сейчас выпустят. Вот он, пойдем, Паш. Наконец-то. Это жопа, пацаны. Ну, что? Пиздец. Привет. Это, я знаю, это в теории даже может быть... Ну, это уголовка. Я просидел 5 часов в отделе полиции. За это время я написал просто объяснительную. Точнее, не объяснительную, а дал свои показания. Сейчас я подозреваемый. Это уголовное дело. И это статья 139, которая в теории может меня даже, блядь, засадить в тюрьму. И это полный пиздец. Ну, как я и сказал, вначале свидетели, блядь... Мы все, блядь, все поняли. Мы сидели там 5 часов, мы спорили, блядь. Все поняли, что вот по жизни, по сетухе, как бы полиция, она, я, все понимают, что я прав, блядь. Но по закону получается, что права она, потому что мы ворвались к ней в хату. И сейчас я должен за это говно отвечать. Статья 139 могу вам найти, я прочитал уже. Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица. Наказывается штрафом в размере до 40 тысяч рублей, или бла-бла-бла-бла-бла-бла. Либо 360 часов исправительных работ, либо арест на 3 месяца. А если она докажет, что я ему еще угрожал, но я не угрожал, слава богу, то это вообще штраф до 200 тысяч рублей и 2 года тюрьмы. Че делать? Если мы по мировой не разрулим. Че делать? По-хорошему это просто, я так понимаю, она просто хочет денег. Пиздюк-то не приехал, она одна была. Ну я понял. Она просто хочет бабла. И я так понимаю, к сожалению, нам придется соглашаться, блядь. Ну типа прямым тесно ничего не было, но либо мы продолжаем и вот это, блядь, хуй знает все, что будет. Либо мы заканчиваем все это шоу и с ней мировое подписываем, и я ей плачу бабки, и все, вопрос закрыт. Без камеры. Ну конечно. И казалось бы, что на этом вся история-то и заканчивается. И честно говоря, я сам для себя уже подумал, что все, песенка спета. Уже написано заявление в полицию, это уже вообще ни разу не шутки, это не видосы на ютубчик снимать. Но увидев вашу поддержку, увидев ваши комментарии, ваши реально годные советы ко мне в личные сообщения, мы решили все-таки не сдаваться и попробовать побороться, но уже вместе с юристом. Честно говоря, немножко нервничаю, ребята, немножко мандраж, потому что вроде как в некоторых моментах мы правы, в некоторых моментах все-таки мы не правы. Я вообще не знаю, я без переживаний иду на меня, слава богу. Ну конечно, на тебя ничего не написали, конечно. На меня ничего не писали, я как-то иду так за компанию, чтобы еще Санька поддержать. Все, если его посадят сегодня. Не поспеши. Мы к вам с проблемой. Так, слышу вас, что у вас произошло? Некоторая группа людей, там их, по-моему, сколько, четверо? Четыре-пять человек. Наша задача была очень проста. Нам нужно было найти юриста, который сможет повернуть это дело в нашу сторону. И в этом нам помогает один очень важный фактор. У нас есть чек на айфон, который мы положили в эту капсулу времени. И как мне казалось, это ключевой момент, который нам помог бы в нашем деле. Вот, сам открыл. Ну вот, дальше я... Нет, здесь он пытался закрыть дверь. Все, иди сюда, заходи. Все, братан, ты приедешь. Ну все, дальше у нас в разговор просто пошел. Ну смотрите, действительно на видео видно, что он оказывается в сопротивлении. Не планировал вас опускать к себе домой. И, в общем-то, квалификация незаконного проникновения в жилище, она имеет место быть. Дословно ни одно определение не подходит к вашей капсуле времени. В любом случае, когда человек находит вещь, владельца которого можно определить, ему необходимо эту вещь возвратить. Иначе это будет незаконное владение. Соответственно, можно говорить о том, что если в их видео отражена составляющая вашей капсулы, которая доподлинно совпадает с той, что заложили вы, можно говорить об этом совпадении. Можно говорить о том же так же, что, в общем-то, на вашем видео он не отрицал. Он не отрицал, он признался, он согласился, что это... По-моему, мы сняли, когда были у него дома, правильно, Павел? Я даже предположить не мог, что это такая, ну... Останусь наказанным, что это такая ответственность. Ты же не против? У меня только... Вы же, ну вот, забирайте. Я вам его отдаю. Это ваша вещь, правильно? Остальное где? У меня ничего нету. Все у Егора. Но вопрос стоит о том, что делать человеку, который нашел такую капсулу. Во-первых, нужно... Ну вот, да, это очень сложный вопрос. То есть, как бы, вещи мои, но он, как бы, это законно-формально сделал. Во-первых, сделали он это намеренно, да? Да. Выискивал это. Есть видео, да. Короче, идем откапывать. Смотрите, вот там, вот там где-то кладки. Там айфоны, макбуки. Там группа людей, и у них еще остаются наши вещи. Остаются до сих пор. По этому поводу вам необходимо обратиться в суд за истребованием своего имущества из чужого незаконного владения. То есть, сейчас мы с вами пишем заявление, исковое заявление в суд. И я еще, получается, то, что они мой телефон слили в интернет, это... Поддельная квалификация, да, обращайтесь в правоохранительные органы за проведением проверки, относительно того, что данное лицо распространило ваши персональные данные. Понял, хорошо, давайте тогда пишем заявление. Да, хорошо. И все, и ждем тогда, какая будет ответная реакция. И следующие два дня мы беспрекословно делали все, что нам говорил юрист. Мы четко шли по инструкциям. И, во-первых, перестали полностью контактировать с участниками дела. Мы, разумеется, подали заявление в суд. Перестали как-либо освещать это в интернете. Перестали выкладывать сторисы. Перестали выкладывать на YouTube видосы. Кстати, ребята, именно поэтому так долго не выходили видосы про капсулу. И все это очень быстро дало свои положительные результаты. Так, и что еще раз? Проделаю, это я, Наташа. Так. Че звонишь? Узнал, узнал, че звонишь. Ну, во-первых, привет. Ты написал на мне заявление? Да. Зачем? А ты зачем написал на мне заявление? Че за вопрос? Ну, это была моя, кстати, и личная. Я устал от этого хейта. И давай, в общем, я хочу разрулить эту ситуацию медным путем. Просто спокойно. Ага. И нам нужно встретиться. Да, ребята, вам не показалось. Мне позвонил тот самый Саша, в чью квартиру мы якобы незаконно проникли без его разрешения. И он мне позвонил и предложил встретиться. Сказать, что я офигел, это ничего не сказать. Я абсолютно не знаю, что ждать от этой встречи. Но мы обсудили с юристом, обсудили с ребятами и приняли решение, что все-таки можно с ним встретиться. Мы вооружились скрытой видеокамерой, скрытым микрофоном и назначили с ним встречу. И вот, что из этого получилось. Так, ребята, мы приехали к Макдональдсу, в котором мы договорились с ним встретиться. И мы на сраном Камаро, нас пиздят. Поэтому сейчас мы пересаживаемся в каршеринг. И с каршеринга уже, Рома, ты снимаешь прямо из машины. Я с микрофона, вот. Контролируешь, что говоришь. Да, и камера у меня будет, скорее всего, в рукаве будет. Вот как-то вот, типа вот так. Нормально? А как мы будем снимать его, не очень понимаю. Ну, сподтишка. Тихо, вот он, да? Это он. Подвезди ты, блядь. Ты камеру не пыли, так очевидно, пожалуйста, Рома. Что отсюда снимаем или откуда? Куда ехать? Я думаю, можно стать первым. Ебать, мне что-то, ебать, мне что-то стрёмно. Лежимаем, может, туда вы ебанёшь? Давай вот за этой четверочкой встанем. Ребята, очень страшно. Пожалуйста, поддерживайте лайком, я блядь. Ебать, очко сжимается. Всё, нажимай. Я иду на встречу. Ну, чего я нервничаю тогда? Чего мне скажут такого? Ничего мне не скажут. У нас всё с адвокатом обговорено. Ну, ничего. Слушай, а ты можешь, короче, выйти, обойти мак и зайти с другой стороны? Ну, чтобы ты не шёл прямо сейчас к нему. Давай, давай, хорошо. Так, ребята, я хожу максимально незаметно пока что. Хорошо, что мы с Камара пересели. Больше на Камара был он точно нас увидел. Ну, всё, будем надеяться, что он идиот, и ничего не заметил. Он не спалит. Так, микрофон работает, всё. Ну, ребята, страшно пиздец. Блядь, кто-то, по-моему, подписчик не узнал. Есть какой-то мандражечек такой, адреналинчик, нет? Да. Руки потеют. Странное чувство. Здравствуйте. Здравствуйте. Не взял. Почему я тебя сюда позвал? Я хочу решить проблему. Собственно, я так понимаю, ты на меня написал заявление. Ты на меня написал заявление, а я на тебя в ответ подал, да, тоже, исковое. Ну, да, и оба, так сказать, невыгодном положении. Ну, это лишний, как бы, проблем. Ну, да, ты в более невыгодном положении, могу сказать. Потому что я с юристами, я с поддержкой информационной. Ты же согласен, что я всё по совести сделал? Я пришёл, забрал у тебя то, что ты у меня украл, правильно? Ты подтверждаешь это? Да. Я забрал у тебя то, что было моё изначально. Ты, вы украли у меня вещи. Я у тебя забрал, да. Соня? Да, брат. Извини. Да, давай сфоткаться быстрее. А ты вор, да? Да, да. Бля, подписчик не вовремя подошёл прям, равной разборке. А чё там с полицией? Ну, вот мы разбираемся как раз сейчас. То есть ты тоже его знаешь? Ты видел его? Кого? Ну, вот уж они у меня используются. А, да, хорошо. Ты тоже согласен, что они не правы, блядь? Да. Зачем мы его вообще убрали? Это его вам не привыкли. Что ещё раз слышишь? Зачем мы его убрали, если, думаю, это даже как бы ему не слышно? Ну, как бы это закопано в ничейную землю, поэтому и взяли. Ну, мы сейчас как раз разбираемся. Да. Ну, не буду. Ну, давай, спасибо. Меня тут узнают. Давай отойдём. Давай сфоткаться кто-то. Давайте быстрее. Давайте быстрее, ребят. Ой, ну ещё где? Ну всё. Какие-то. Много людей сейчас. Небать, там столько людей интересуют. Я тебе говорю, у меня вся моя аудитория, братан, знает. И я, поверь мне, я всё сделал для того, чтобы они тебя знали прям отлично. Давай, короче, по факту. Что ты хочешь? Зачем я сюда приехал? И... Ну, нахера вообще. Ты хочешь просто вернуть не деньги, а вещи, правильно? Да. У меня вещи нету. А у кого? У Егора. Да не Егора. Давай, давай, Егор мне дай. Блядь, заберю у него вещи, а дай мне вещи, я заберу заявление. Пазара нет. Хорошо, давай просто сделаем по-другому. Я забираю заявление вместе с мамой. Далее ты забираешь заявление, которое написал на меня. И я тебе организовываю встречу вместе с Егором. Я с ним поддерживаю контакт, мы с ним переписываемся, там, мы можем созвониться. Он забирает заявление, слышишь? Да, да. Блядь, как мы и хотели, нахуй. Ну да, на мировую хочу. Отлично. У него точно все вещи. Ты пацана говоришь. Да. У него все вещи. Да. Не у тебя, не у остальных. Всё, базара нет, давай, хорошо. Когда встреча? Сегодня. Я готов сегодня, давай сегодня. Давай не сегодня, давай сегодня-завтра. Завтра, хорошо, давай завтра. Завтра вечером. Я встречаюсь и дальше забираю заявление. Договор? Я могу на канале рассказать, тебе что-то надо. Я вам уже сам решаю, не без разницы. Просто ты даешь обещание, что ты заберешь заявление. Да. Всё, договорились? Да. Всё, на связи. Я жду тебя до весточки. Хорошо. Бля, это пиздец. Это пиздец. Это пиздец. Ну он обосранный. Он обосранный. Я слышал. Вы слышали, да? Да. Он обосранный. Я еле-еле. Там подписчики нас узнали. Они его узнали, бля. Он хочет забрать заявление. И организует мне встречу с Егорио. При условии, что я просто заберу заявление. Ну это то, что нам надо. Мы встретимся с Егорио. Заберём вообще все остатки с капсулы. По-моему это заебись. Всё, красиво, парни. Отлично. Не, не зря записались. Всё, ребята, вы сами всё видели. С юристом ещё раз проговорим на всякий случай. Ждём весточки от этого типа. И встречаемся с Егорио. Правильно? Супер. Именно в этот момент, после разговора с Сашей, мне показалось, что всё играет в нашу пользу. Дело в том, что последние две недели Егор жёстко гасится. Он удалил свои соцсети. Он поменял место жительства. Он поменял свой номер телефона. В общем, он сделал абсолютно всё. Чтобы его не нашли вы, дорогие подписчики. И чтобы его не нашёл, главное, я. Но он не знает, что Саша его друг. По факту теперь на нашей стороне. Так что Саше осталось придумать просто какой-то ложный предлог для встречи с Егорио. А там уже буду поджидать его я. Время уже того, что ребята должны выходить с Меги. Но пока я никого не вижу. Мы находимся на парковке торгового центра. И сейчас момент X, когда мы будем хватать Егорио. Ребята отдельно сидят в машине. Они всё снимают со стороны. И если что, будут готовы выбежать, мне помочь. Я на коннекте, получается, с Сашей. Который его, собственно говоря, и позвал на встречу. А если Саша рассказал Егорио, что мы, блядь, приедем. Но прикинь, что за пиздец. Если что, просто, не знаю, блядь. Крутим их, нахуй. Да, алло, привет. Привет. Ну, через минуты две-три будем. Через три минуты уже будете? Ты помнишь, точка, напротив, добро пожаловать. Вообще не знаю, что ждать. Сейчас звоню Косте. Костя, они будут через две минуты, он сказал. Сейчас всё решится. Я буду снимать, я тоже буду снимать тром с Ширика. Я, если что, выбегаю и сразу бью в ебало. Тони? Да, да, вот эта дорога. Давай быстрее. Тони, точку, блядь. Тихо, вот, белым, ты. Спокойно. Давай. Блядь, ребята, они идут. Сейчас, пусть пройдёт, пусть пройдёт, чуток. Пусть пройдёт. Сука, сейчас я тебя поймаю, блядь. Иди сюда, машинку не узнаёшь, братан? Привет. Привет, братан. Я, блядь. Я, блядь, а ты чё бегаешь от меня, блядь? А ты чё бегаешь от меня? Ты чё встал, блядь? Ты чё только в интернете? Чё ты бегаешь, как сука, блядь? Иди сюда. Ты только в интернете можешь говорить, блядь. Только в интернете можешь говорить, я не понимаю. Иди сюда, блядь. Просто поговори с тобой как бы... Где деньги, блядь? Может, выйти, просто пизды ему дать и всё? Где деньги, блядь? Сейчас, я разбиваю стекло. Блядь, чё он делает? Ебать. Ты чё, охуел совсем, блядь? Блядь, нихуяль. Пи***ь, иди сюда, сука. Пашу, блядь, блядь. Беги в гости, догоняй его, блядь, догоняй. Где этот, блядь, ещё один. Сука, на машину. Дайди, блядь. Сука. Ну, блядь, он разбивал. Ну, сука. Ну, Егорю, блядь, теперь готовься, реально. Ты как с ним договаривался, блядь? А, блядь, можно. Жалко, мы перестали с Саней заниматься. Так бы догнали бы ему, пи***, дали бы. Снимай мне, нахуй, ты пи***. Паша, догнали. Догнали. Блядь, он разбил стекло, блядь. Пи***ь. Пи***ь, это пи***. Я не знаю, что с этим делать, блядь. Как же это? Ну, блядь, встать, блядь. Самое неприятное во всей этой ситуации, что ремонт на такой машине просто разбитого стекла стоит порядка 200 тысяч рублей. Самое дорогое, это, конечно, кожаное сидение, которое повредилось из-за того, что у него просто стекло упало и поцарапало. Также поцарапанная дверь, сколы на краске, все это стоит огромный денег. И еще более неприятное, это то, что мы все-таки не догнали Егорию. Мы все, к сожалению, толстые. Егорию молодой, спортивный. Дольше всех бежал за ним Костя. Но Костя, к сожалению, вот тоже не так. Алло, да? Ну, поймал? Убежал. Я в докады за ним бежал. Куда он убежал? Чего? Куда убежал? Блин, да он через кат перебежал, блядь. Через кат перебежал? Ноги, блядь, они боятся. Я не знаю, как он один, блядь. Надо пятерых, блядь. Просто с одном там, блядь. Немного успокоившись и приняв ситуацию, что она вот такая, что она теперь еще и разбита машина, мы приняли, как мне кажется, единственное правильное решение, это вызвать полицию. Ну все, но это преступление откровенное. Мы вызываем полицию? Мы вызываем полицию, мы зовут дружка. Вот ему теперь точно жжут. О, поехали. Прошло, не прошло, и полутора часов. Да, да, конечно, конечно. Стекло разбито, салон испорчен, кожаный, все как бы это, все на выброс. Керамика здесь. Керамика, ну, покрытие машины, ну это 1200. Вот одно стекло, это 1200, все вместе. Подозреваемый у вас есть, да? Да, мы знаем, кто это. Мы знаем его телефон, номер, все знаем. У нас есть виде. Ну, разумеется. У нас до этого вызвали. Сфоткайте обязательно, пожалуйста, кожу, что, салон, да. Чтобы не только стекло. Ну, все правильно идет, со всех сторон. Я такое уже видел пару раз. Если до этого были какие-то шутки, вот сейчас Егорь точно попал. Это попадоз, попадоз конкретный, потому что это хулиганство. С железобетонными доказательствами. Поэтому Егоре мы желаем большой-большой удачи. И обязательно с тобой встретимся. С утра в отдел. Сейчас не поедем. Сейчас уже вечер. С утра тогда едем в отдел. Назначаем опергруппу, и они будут работать по вашему делу. Опергруппу по нашему делу будет. Ну, хорошо. Все, спасибо большое, что приехали. Спасибо большое. Все. Удачи вам, друзья. А мы что, наверное, уже пойдем сейчас спокойной ночи, я так сказать. Да, пойдем спать. Для нас пройдет ночь, а для вас примерно 1 секунду. И, казалось бы, на самом деле, теперь все играет в нашу пользу. Все по-настоящему хорошо. Потому что капсулу украл, это одна статья. Разбил машину, это вторая статья. Слил мой номер в телефон, это третья статья. Но дело на протяжении недели абсолютно никак не шло. Алло. 77-й отдел. Так что, дитяна Фигура, слушаю вас. Здравствуйте. Это вас беспокоит Александр Герасев. Я писал заявление буквально неделю назад по поводу разбитого стекла. Подожди, секундочку, я посмотрю. Я звонил еще несколько раз вам звонил уже по поводу разбитого стекла. Вот там то, что украли деньги еще и все такое. Ваш материал рассмотрели. Я понимаю, я просто хотел утащить, потому что уже неделя прошла, нам ни привета, ни ответа. Работает ваш материал, не волнуйтесь, работает. Мы просто знаем, как найти человека, который ты сделал на своем видео и все. Я все это показываю. Пускай этим занимаются профессионалы. С вашим материалом работают сотрудники. Хорошо, сколько это по времени займет, примеры, подскажите. Как только все сделают, сразу для вас поставить спорт, не волнуйтесь. Хорошо, спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Итак, каждый раз, каждый раз дело в рассмотрении, делать что-то идет, это невозможно. Если так всегда, я просто первый раз обращаюсь, если так всегда, ну это вообще. Давай его поймаем сами просто. Отведем его. Это надо его за ручку поймать и туда отвезти, и тогда что-то сделаем. Итак, мы звонили на протяжении недели практически каждый день и все время слышали какие-то отписки. Дело в работе, мы его ищем, все четко, ребята, мы вам перезвоним, но ничего не менялось. При том, что мы сами знали, где он находится, что он сейчас делает, мы это все рассказывали полицейским, но никаких действий не предпринималось. И в этот момент, даже уже спустя полторы недели, мы принимаем решение действовать самостоятельно. Найти Егорию для нас не составляло никакой проблемы. Как я уже говорил, мы все, что нужно, о нем знаем. В этот раз мы подготовились намного более серьезно и он никуда не убежит. И самое главное, я еду с ним не просто разговаривать, а по-настоящему действовать. Вы и так нас охренительно, ребята, поддерживаете, нам правда очень приятно, но то, что вы увидите сегодня, это действительно для нас было смело, поэтому, пожалуйста, нажмите на лайк и посмотрите, что случилось. Ребята, я нервничаю, страшно. В общем, где-то здесь должна быть заведуха, где должен быть Егорию. Я, честно говоря, даже разговаривать с ним не буду, потому что я этот чел сломал мне Камара, украл 20 тысяч баксов, слил мой номер телефона, поэтому разговоров не будет. Я все пахана взял. Да, но если только он там друг не один. Нет, мы один на один разбираемся, просто говорю сразу, разговоров не будет, будет разборка один на один. Может, это вообще не надо снимать было? Ребята, Ютуб очень жесткий в своих правилах, и поэтому некоторые моменты из этого видео будут заблюрены. Но все, что будет заблюрено, будет в моем инстаграме по первой ссылке в описании. Не кидайте в меня саные тряпки. Я никогда так не делал, никогда так мерзко не байтил. Но здесь правда так нужно сделать, потому что если я не сделаю, Ютуб просто заблокирует это видео. Поэтому, ребята, переходите, подписывайтесь на мой инстаграм, там сразу будет видео без цензуры. Я всех обязательно приму, поэтому подписывайтесь, и я должен вам обязательно сказать, что все, что вы сейчас увидите, это все компьютерная графика. Разумеется, это все не по-настоящему, и не имеет никакого отношения к реальной жизни. Приятного просмотра. Ага, Егор, здравствуйте. 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 Все, все, хватит. Где, пацаны? Сука! Берите тебя, нахуй! Отлично, Слава! Кто это? Пусти меня! Давай не тут-то уж так. Разговаривать. Можешь мне по-мужски? Да, ладно. Что наехал, блядь? Ты деньги украл, хамара сломал, блядь. Блядь, ты что не хочешь? Ты дай мне претензии. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Паша, пойдем, пойдемте на улицу. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тут люди сидят. Пойдемте на улицу выйдем спокойно. Все. Получил бы, блядь, раз. Все по-человечки пытались поговорить. Ты убегаешь все время как-то. Блядь, сел. Пойдем, 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 пойдем на улицу один на один. Погнали. Блядь, он сейчас убежит. Ты совсем дохлопал, блядь. Тихо, все, пусть они выйдут, когда ничего не делают. Иди сюда, блядь. Иди сюда, блядь. Да ты опять уходишь, иди сюда. Ты не понимаешь, а? По-нормальному. Сука, блядь. Покой, давай, камеру, камеру сюда. Раз он хочет, давай, ты не получишь свои вещи назад. Я тут ни при чем. Ни при чем. Ты сломал мне комар. Ты украл мне 20 тысяч долларов. Ты похотел, ты, блядь, получаешь. Хотел, хотел. Хотел, вот и камеры, блядь. Блядь, ну ты че? Ты не понимаешь? Нормально. Как вы видите, ребята, разговор в ресторане не задался, и мы переместились на улицу. И вот там началась по-настоящему полная жесть. Я напоминаю, разумеется, это все не по-настоящему. И компьютерная графика, повторяю еще раз. И все, что заблюрено, будет в моем инстаграм-аккаунте по первой ссылке в описании. Че, еб... Че, еб... Че, еб... Сука, блядь, все. Хорош, блядь, ну че, сука? Блядь! Не иди парфей, парфей не иди. Давай. Ты сюда, блядь. Да все спокойно, блядь. Ты говоришь, что глупите? Ты еб... Ты украл капсулу, разбил машину и не можешь ответить за свой базар. Мы на тебя написали заявление в ментовку. И у тебя будут проблемы, еб, блядь. Чего, блядь? Ты не понимаешь всю ситуацию, всю ситуацию. Не хватает мозгов тебе понять просто, что происходит. Сука, хочется, знаешь... Я, блядь, жалею, что я не могу... Я жалею, что я не могу... Я тебе говорю серьезно, верни вещи. Блядь, откуда я тебе их верну-то, а? Верни вещи, просто возьми и верни вещи. Че ты хочешь объяснить? Вот скажи, вот, тебя снимают, скажи-ка. Че ты хочешь, блядь? Какой смысл того... Эти деньги, эти счастья не принесут. Неужели ты этого не понимаешь? Секундочку. Они тебе счастья не принесут. Был вопрос, чего я хочу. Хотел бы я, чтобы вчера наша сборная выиграла. Все-таки... Как с этим разговаривать? Ну ты дурак, дурак. Ты понимаешь? Ну я уже такое слышал, да, было дело. Верни вещи. Нет. Что с тобой сделать? Че тебе? По блядьу реально... Не надо, уже было, не надо. Короче, либо ты сейчас... Пожалуйста, Паша. Спокойно. Короче, либо ты сейчас возвращаешь нам вещи. Мы это снимаем на камеру, и мы от тебя отбываемся. Либо мы будем разбираться по-другому. Хочется рассказать. Вещи, хоть одну вещь, блядь. Где моя золотая кнопка, сука? Тихо, тихо, тихо. Где моя золотая кнопка? Я тебя в рот. Средственно, вообще невозможно разговаривать. Сука, я тебя встаю. Ты, блядь, ты вообще за словами посреди, идиот. Короче, если ты нормальный, блядь, разговаривай, то учись. Кретиной ты. Иногда насилие, это единственный выход. Блядь, ты блядь, как уехать. Сука, сука. Ааа, блядь, рука. Молоко. Что? Скорую, 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 рука. Что такое? Рука. Нормально? Тварь, я глаза не могу открыть. Что надел тебе? Ты что надел? Я нихера не вижу, я тебе. Сейчас. Леша, молоко. Где это ублюдок? Молоко, дайте мне молоко. Да, к сожалению, вам не показалось. При падении Егорио, скорее всего, повредил себе руку. И какой бы он не был подонок, и что бы он, к сожалению, для нас не сделал, мы сразу же вызвали ему скорую помощь. На вечеркасская, блядь, в смысле? Да, Костя, пошел, не ори. В смысле полтора часа ждать, вы издеваетесь меня? Быстрее, быстрее, быстрее. Павел Николаевич Чакубовский, можно побыстрее? Потом это все определимся. Полис, паспорт, страховой, все есть. Пожалуйста, быстрее. Это пи***, это жесть, это ужас. Паша, у тебя нормально все? Я тебе клююсь, я не могу глаза открыть просто. Если открываю глаза, блядь, это невозможно. Что с этим, блядь? Паша! Что, блядь? У него руки, блядь. Я позвонил в скорую, сказали полтора-два часа, но я попросил. Сколько, блядь? Полтора, два часа? Да я говорю, вообще хуеть. Где молоко, блядь? Самое неприятное, если у Егория действительно сломана рука, то это нанесение среднего или даже тяжкого умышленного вреда здоровью. И вот это уже может обернуться для нас действительно серьезным наказанием. Вплоть до трех лет лишения свободы. А ты часто людям перцовку заливаешь? Да нет, по необходимости. Ты тупой, ты не понимаешь, насколько это... Нормально? Нормально получилось? Я клянусь, я плохо вижу. У меня пелена как будто какая-то перед глазами. Я прям клянусь, блядь, ну значит, получилось хорошо, дебют велся. А капсулу, ты не хочешь рассказать, где вещи? Ой. Продолжать не хочешь? Может потом как-нибудь сейчас. Ну сейчас не самое подходящее время. По-нормальному расскажи, ну где вещи? Ну давай попозже. Попозже. Ты дурак, что тебе надо сделать, я не понимаю, чтобы ты... Что надо сделать, чтобы ты рассказал, где эти вещи? Это попадоз. Я тебе серьезно говорю. Нет, нет. Это ваш попадоз. Ну, рука-то. Вот это реальный попадоз. Капсула. Сам упал, сам сломал. Ничего, не будет страшно. У нас же все зафиксировано. У нас же сам не прессирует. Что, блядь, зафиксировано, как я его, блядь, кинул? Ну, руку нахуй сломал. Все, едут. Да и спасители едут. Приехала скорая, наконец-то. Не прошло и полгода, реально. Я уже весь, блядь, вспотел, перенервничал. Рука, короче, рука. Не знаю, честнее. Перелом, скорее всего. Да, вот, в локте. Он упал, упал, упал на локкость. Нет, больно, больно, не буду. У меня перцов есть. Осторожно, осторожно. Разогнуть не могу. Кстати, не опухла. Она не опухшая. Говорю, мне кажется, это не перелом. Значит, вы их. Что-то по-любому есть, если она не гнется-то. Встать можете? Не думаю. Почему? Спина болит. Где? Какая спина? Спина болит, и не могу встать. Ты только что ходил, дядь. Давно это было, давно. Где спина болит? Ну, внизу там, короче, лучше, если есть каталки. Да, 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 если каталки, то лучше, конечно, на каталки. У тебя паспорт, у тебя паспорт с собой все есть? Хоть что-то прописан здесь? В портфеле, да, да, да. В смысле, ты же ходил, ты же дошел до сюда. Ну, тогда дошел, а сейчас не могу. Блин, ты, блядь. Ты точно не можешь там? Нет, на каталки. А, блядь, ты рука, рука! Тихо, 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 все, блядь, не кричит. А, тихо, хорошо. Рюкзак дай ему. А, больно, больно. Я аж видео, блядь, начал. Куда, куда везете? А, дерматология Милатейского района. А, а, блядь, что-то, блядь, что-то, больно, блядь, реально? Больно, больно. Все, хорошо. Приехали, блядь. У тебя есть кто-то знакомый? Пока. Пока. Ты не позвони, блядь. У тебя телефон есть, убери. Есть знакомый? Приехали. Это, блядь, я не знаю, что делать. Я искренне не знаю, что делать. Это не разборки, пяти. У меня же глаза прошли, блядь. После того, как Егорию забрали на скорой помощи, началась, наверное, самая неприятная ночь ожиданий, переживаний, что у него там с рукой. И, несмотря на все, мы были готовы оплатить ему лечение, были готовы оплатить ему платную палату. Но прежде мы решили приехать к нему на следующий день и поговорить с ним уже в спокойной форме, с глазу на глаз. Ребята, следующий день, и мы с Пашей приехали в больницу Дженелидзе. По нашей информации, Егорию привезли именно сюда, после того, как Паша, возможно, сломал ему руку. Честно, не знаю вообще, что, как сейчас встреча пройдет. Он не знает, что мы придем. У меня есть большая проблема. Как я понял, он написал заявление. Короче, у меня, как я понимаю, есть большие неприятности. Грозит административка. Когда в больницу, когда ты приезжаешь в больницу с какой-то травмой, тебя спрашивают, типа, что случилось. И там, ты можешь сказать, что ты подскользнулся, можешь сказать, что тебя кто-то избил, и тогда это идет в полицию автоматически сразу. Не знаю, что ждать. Сейчас мы знаем, на каком отделении, не знаем, в какой палате, но думаю, сейчас спросим. Да. Я очень нервничаю, честно говоря, ребята, потому что мы в настоящей больнице, сами знаете, какая ситуация в мире, и мы тут с камерами. Что, нас не выгонят? Я хуйню. Мы очень переживаем, ребята, что у нас просто сейчас, мы зайдем с камерой, и нас выгонят. Мне надо забрать заявление, б***, которое у меня написано, а ты тут со своей камерой, б***, б***. Давай мне пакет, я понесу. Я же виноват. Как мы поймем, где он. Здрасте, подскажите, пожалуйста, я вступал вчера с переломной рукой, Егор. Он в какой палате? Третий. Третий? Спина, рука, вот эта, да? А где третья палата? Туда. Хорошо, спасибо. Нервничаю. А что? Что тебе делать? Тебе, я не знаю, что ты делаешь. Машина, а ты х**. Кривиша, добьем. Нет, шутка. Ютуб не блокирует, шутка. Так, ну, третья палата. Здравствуйте. Егор, Егор, здравствуйте. Я вас не звал. Мы пришли проведать тебя, мы тебе апельсины привезли. Я вас не звал. Чего? Не звал, я вас говорю. Ты сам заварил эту историю, можно, пожалуйста, с нами эту историю разрулить уже, наконец? Это уже тянется неприлично долго. Мы за тобой бегаем, как идиоты. Ты уже оказался в больнице, зачем тебе это надо? Ты можешь просто, пожалуйста, сейчас открыть дверь? Мы нормально, я тебе мужское слово даю свое, что мы нормально что-то поговорим. Дадим тебе апельсинчиков и уйдем. Только апельсинчиков? Да. Ты можешь открыть дверь? Ну серьезно, ну что я с тобой как дебил, по через картонку разговариваю? Тут люди лежат, я не могу кричать. Просто, просто открой, пожалуйста, просто, пожалуйста, открой дверь. Мы нормально поговорим, я тебе клянусь. Ну нормально, конечно, нормально. Да все, пойдем на пост, попросим ключи, нам открой дверь и все. Скажем, что он, бля, у меня нормально. У меня открой, да. Бля, да балану было. Егор. Он молчит. Чего ты хочешь, чтобы мы, я тебе клянусь, я тебе говорю, мы не будем тебя трогать, пожалуйста. Просто ты можешь открыть дверь и поговорить с нами. Мы тебе перед... Давайте денег заплачу. Сколько? Сколько заплатить? Ты серьезно? Десять тысяч. Десять тысяч я заплачу, если дверь откроешь? Десять тысяч. Десять тысяч рублей. Поговоришь с нами на видео, на камеру, ну я тебе вопросы поздаю, все, мы уйдем. Я тебе десять тысяч я заплачу. Вот это уже другое разговор. Вот это уже... Ладно, давай, не звук отбить. Ну привет. Здравствуй. Можно зайти? Ну заходите. Чего ты спрашиваешь вообще, бля, пойдем? Даже так? Нет, нет, не настолько, нет, нет. Ну что, деньги-то где? Объясни. Где ты долбил, что ли, тебе деньги платить? Вот это, вот это некрасиво. Я похож на капсулу украли, еще деньги платить будет. Нет, я это делаю. Ну давай тогда, ладно. Рассказывай по-нормальному, давай, все, некуда бегать. Нам нечего делать, все, мне тоже в рамках объективно. Мне тоже в рамках. Вы кидались, боролись, бывает, блядь, да, упал неудачно. Тебе руку никто специально не ломал. Ну, по итогу-то сломано, правильно? Ты понимаешь, это ублюдский поступок, как минимум. Ты меня перцовкой заливаешь, тебя чел вообще, который тут не приделал, блядь. Ловишь, чтобы ты не убежал, ты падаешь, ломаешь руку, и ты сейчас на него еще пишешь бумагу. Ну ты дурак? Слушай, как получилось, так и получилось. Ну что, давай, давай нормально побазарим уже, а? Что, предъявы какие-то сплошные? Давай, я хотел поговорить, поговорить. Ты, ты, предъявы, нам кидаешь, что Паша тебе что-то сделал. Зачем ты это делаешь? 20 тысяч долларов, где капсула времени? Я считал, что ты уже не получишь ее. Ну ладно, ну забей, короче. Давай сначала, давай сначала, вот, все. Чтобы зрители видели, давай сначала. Капсула времени, правильно? Вы ее нашли, раскопали, на камеру говорите. Ну да, было дело. Раскопали. Раскопали, да. Где, я даже не хочу знать, как вы нашли. Вещи, вещи не у меня, не у нас. Как у вас, блядь? Я нашел, я нашел айфон у одного типа типа. Он, по-моему, показания еще немного, окей? Он сказал, что все у тебя, он сказал, что это все у тебя. Ну что он сказал, ну и пошел он нахер. Это что там? Я на беззвучный поставлю сейчас. Егор, все, ну некуда уже, все, хорошо, мы попали, ты попал. Рассказывай, это надо решать по-моему, по-взрослому. Тебе 19 лет, сколько тебе? Ты взрослый парень уже, блядь. Мне 25 вообще. Мы занимаемся какой-то хуйной, блядь. Ну реально. По-нормаль, где, давай, иди, говори, все, тебя никто не трогает. Перцовкой тебе никто не заливает. Никто тебе, все, просто, вот камера, вот я, вот Паша. Где капсула, сейчас капсула, блядь, кто делал, что не делал, блядь. Ну все, расскажи, блядь. Ну реально, расскажи, мы и так, да и блядь. На протяжении часа Егоре нам не мог ничего толком нормального сказать. Я пытался с ним разговаривать спокойно. Не кричал, не трогал его, но это не давало абсолютно никаких результатов. Еще раз. Сюда камера, подойди просто. Егор, я последний раз тебя, пожалуйста, спрашиваю. Зрители, вот я его поймал, блядь. Вот сижу я, сидит, вот Егор, да, вот, между нами полметра. Я ему задаю вопросы. Он, блядь, на них нет, он неадекватный. Он мне отвечает какую-то хуйню, блядь. Просто отвечает какую-то хуйню, блядь. Почему ты не можешь? Ты можешь, блядь, сказать, ты можешь сказать, пожалуйста, все, уже ничего не надо. Уже и руку тебе сломали, блядь. Ты уже заявление написано. Ты можешь просто, блядь, сука, сказать по-мужски, блядь. Глядя мне в глаза, сказать, где капсула, времени, где не коробка, где вот вещи нахуй. Кнопка, где там айфоны, где это все. Не ебать, вообще не ебать. Москва, Питер, Владивосток, Канинигерат. Какой он, коробка. Я не знаю, не знаю. Сука, ты ее раскопал, блядь. Чего ты ждешь? Раскопал я. Ты ее, блядь, раскопал, блядь. Ты почему нахуй пи***ешь? Так откровенно, блядь. Смотрит миллион человек. Каждый видос с тобой смотрит миллион человек, блядь. Ты нагло пи***. Честно говоря, возможно, меня немножко заклинило, и я спрашивал Егорию только про капсулу времени и где она находится. Я забыл абсолютно про заявление на Пашу, про его руку. Меня абсолютно это не волновало. Меня волновало в тот момент только то, где находится капсула времени. Но в какой-то момент Егор мне сказал то, чего абсолютно никто не мог ожидать. Какой х*** Калининград? Ты че несешь с ним, блядь? Зачем тебе? Не могу. Мне, блядь, хочется реально, блядь. Ты можешь сказать по-нормальному? Вот по-мужски давай, нормально. Во весь голос. Где, блядь, капсула времени? Спроси, у Паши. У Паши. Что? Спроси, где капсула, где висик, где все вообще? Чего, блядь? В смысле? Что в смысле к нему вопросу, блядь? Содержимое капсулы. Где оно? Ты че послушаешь? Как ты дурной? Как я узнал, где это все закопано? Как я так оперативно приехал на место? Не, не надо слушать. Не надо на меня так смотреть. Ты че, ты че случайно? Подожди, подожди, стоп. Я ему сейчас вторую руку. Ты че здесь? Нет. Ты нах***. Не шутим, я все. Я, конечно, спроси у него. Давай, к нему все вопросы. С чем ты с ним общаешься, блядь? Которые были ко мне. Нет, ты что рассказываешь? Я с тобой эту х*** закопал. Я с тобой ее собирал, блядь. Я все это снимал. Стоять, еще раз. Что, блядь? Который х***? Еще раз. Я всего лишь раскопал. Паша, блядь, что? Паша заказал меня. Я всего лишь раскопал. Сделал свою работу. Все. Вещи, капсулы. Че там еще? Ты че, ты че, блядь? Стоять, стоять, блядь. Егорио обвинил Пашу. И сказать, что я ел, это ничего. Это даже близко не рядом. Я мог ожидать все, что угодно. Вот прям все, что угодно. Но только не это. Ты причастен к этому или нет? Ты че, блядь? Я с тобой все, ты еще раз говорю, собирал. Вот именно, ты со мной это все закапывал. Нет, подожди. Не надо так, ты че, блядь, не знаешь, где это? Ты его слушаешь? Да. В смысле, да, ты еб***ь верну пиздец. Чтобы нас... Еще раз. Он тебе сейчас не теслил данные капсулы? Да. Место, где это все закопано. Он, блядь, че, идиот? Ты че, серьезно? Я набрал. Я набрал пацанчиков нормальных. Мы поехали, раскопали. Ты просто конченый, если ты ему веришь. Ты просто еб***ь. Если это так, и Егорию не врет, но это вообще полная жопа. Если это не так, но я поверю Егорию и обвиню Пашу, то это тоже полная жопа. В общем, в тот момент я по-настоящему растерялся и абсолютно не знал, что мне делать. Мне кажется, никто бы не узнал. По-моему, кстати, я в итоге сделал единственное правильное решение. Блядь, я с тобой, сука, это все закопал, блядь. Я с тобой все это делал. Я с тобой каждый ролик. Ты еб***ь. Ты еб***ь его на***ь слушаешь. Тебе тоже еб***ь, что ли, или руку с***ь, или че? Ты че х***ь совсем, Паша? Ты кончишь. Я тебе еще ничего не сказал даже. Ты, блядь, его спрашиваешь. Ты даже веришь в это? Выйди. Выйди, пожалуйста. Скажи, выйди, пожалуйста, Паша. Ты еб***ь. Ты серьезно? Я тебе серьезно говорю, выйди, пожалуйста. Окей. Да у тебя, блядь. Еще раз. Если ты еб***ь пишешь, тебе пи***ь будет. Я капсулу времени. Кто тебе что слил, Паша? Паша. Он тебе слил данные? Слил координаты. Слил время, когда это было закопано. Ты это видео, и ты это делал. Делал-то это я. Мне деньги заплатили. Я не мог отказаться. Че? Деньги нормальные по моим меркам. Я живу не так, чтобы прям еб***ь богато. 100к. Я оценил, что это нормально. Ты еб***ь, блядь. Сюда, все, пойдем, пойдем. Не может быть такого. Ты че думаешь? Не знаю. Если это Паша, это вообще пиздец. Куда он убежал, блядь? Бля, я поверить не могу. Ребята, если это Паша, это вообще какая-то хуйня, не может быть. С другой стороны, они так быстро нашли. Они вообще нашли ее и так быстро еще нашли. Он все время с нами был. Он ему руку сломал. Паша! Паша! Ты меня сам убежал, блядь? Куда ты ушел, блядь? Все, ты поговорил? Поговорил. Зачем на меня орать? Ну а че ты уходишь, как это? Ты сказал, две минуты, подожди, блядь. Это же пиздец. Ну что пиздец, что это значит? Ну это пиздец. С хуя ли он так говорит? Как говорится, доверяй, но проверяй. Когда тебя обвиняют в таком воровстве, в настоящем преступлении, в обмане друзей, и ты ничего не можешь сказать в ответ, наверное, лучшее решение это пройти детектор лжи. Детектор лжи. Пойдешь? Ты ебаный. На детектор лжи, а хуйня, блядь. Если тебе нечего скрывать-то, ебаный. Зачем мне идти на детектор лжи? Если тебе нечего скрывать-то. Я там про личные вопросы не буду. Я тебе спрошу, там 5 вопросов про капсулы, все. Че, блядь, не веришь, тебе нужно... Если тебе нечего скрывать. Ты понимаешь, что человек... Вот, пожалуйста. Нет, ты понимаешь, что между нами встает... Прямо сейчас, прям сейчас. Прямо сейчас пойдем. Я никуда, зачем? Завтра, хорошо, давай, я сегодня найду полиграфолога хорошего. Это вот не то, что хуйню снимать, реально, блядь. Найду полиграфолога, утром, завтра, блядь, встречаемся. Позвоним в СБ, поехали туда. Утром встретимся, и ответишь на 5 вопросов, блядь. Блядь, я вообще не вижу смысла в этой... Ты пойдешь на детектор лжи? Если не пойдешь, то, блядь, ты, значит, украл капцу. И ты, блядь, больше не будешь мне сниматься в ушточном ролике. И будем разбираться... Да похуй про ролики, а потом тебе будет стыдно, когда это выяснится, что это не я. Мне не будет стыдно, я тебя не утверждаю, я не утверждаю. Ну, проверить надо. Ну, значит, под ты словом, я все спиздил. Ничего я не говорю, пойдешь на детектор лжи, там уже смогу сказать. Хорошо, пойду. Пойдем. Позвони завтра мне, все. Он не хотел. Он не придет завтра. А, блядь, надо готовить для детектор лжи. Здорово. Здрасте. Здрасте. Проходи. Здрасте. Здрасте, Павел. Здрасте. Сначала надо подписать заявление о согласии, подтверждение в полиграфе, что вас никто насилие не заставлял, не принуждал к этому делать. Смотри, сразу скажу, вопрос тебе будет задать только про капсулу времени. Мы как бы составили список вопросов с полиграфологом. Так, это вам, наверное, да? Что, давайте. Вообще, по-хорошему, не во всех надо проверить. Реально. И оператору. Я не шучу. Тебе же скрывать нечего, правильно? Обиделся, блядь, и разговаривать со мной не хочет. Сейчас узнаем, есть ли тебе что скрывать или нет. Паша все-таки пришел на детектор лжи. И даже сам факт того, что он просто пришел, меня уже очень сильно обрадовал. И нам оставалось просто включить свет, включить камеры, подготовить оборудование и дождаться ответов от Паши. Но, честно говоря, ответы Паши меня немного напрягли. Мы вышли на улицу, я удаленно смотрю через телефон, как опрашивают Пашу. Не знаю, Паша на меня очень обиделся, я его понимаю, но вы меня тоже поймите. Мне просто, ну, когда заявляют такое Егоре, надо проверить. Вы готовы по тестированию? Да. Так, перед началом тестирования я хочу провести с вами краткий инструктаж. Когда я буду задавать вопросы, необходимо сидеть спокойно, руками, ногами, головой не дергать. Отвечать на вопросы, да, либо нет. Все понятно? Да. Тогда начинаем. Вы сидите на стуле? Да. Он задает ему тестовые вопросы, чтобы посмотреть на реакцию его организма. То есть, он задает вопросы, на которые он уже знает ответы Песель. Вы на стуле сидите и смотрит, как реагирует график. Да, нет. Правда, неправда? Вы знаете, кто такой Саша Герасим? Да. Правда. Вы сегодня употребляли какие-либо лекарства целью противодействия полиграфу? Нет. Вы знаете, кто такой Егорию? Разумеется, да. Вы знаете, что Егор украл капсулу времени? Да. И тут пока легкие вопросы, Паша, пока все да, 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 все правда. Но нервничает, видит, что он прям нервничает. Думали ли вы украсть капсулу времени? Нет. Ложа. Чего? Были ли вы знакомы с Егоревым до съемки ролика про капсулу времени? Были ли вы знакомы? Нет. Вот. Чего он ответил? Он знаком с Егором. Стас там оборудованный. Дом, блин, ты козел, сука, блин. Сейчас все равно. Дом, дай тебе дослушать. Я так и знал, что ты гнида кончили. Никуда страшного, что он снимался у Артема, я там был тоже на съемке. Я готовил ролик Артему. Тебе спрашивают прямой вопрос. Ты знаком с Егоревым или нет был? До съемок. До этой истории, когда ты отвечаешь, да. Да. Не, я сказал нет. Я потом вот сейчас понимаю, что каждый из нас знаком был с ним. Потому что он снимался у Артема в роли. Я тут ролик готовил. Я договорился с квестом с тем. И он там снимался. То, что Саша говорил. И он знает его. И он знает его. И ты его тоже знаешь. Нормальные вопросы. Вот послушай. Дай мне нормально настроиться обратно. Все. Выйди, пожалуйста. Спасибо. Вы твою. Чем надо чуть успокоиться, наверное. Минутку. Надо было одному просто эту сразу капсулу времени закапывать. Просто одному надо было капсулу времени закапывать. И все. Был прямой вопрос. Ты знаком был с Егорем? Он же снимался у Пуша. А Паша там не снимался. Ну он говорит, он готовил. Я ему не знаю, блядь. Сука, не дай бог, блядь. Павел, вы готовы к дальнейшему тестировать? Да. Знаете ли вы, где находятся вещи, украденные из капсулы времени? Нет, не знаешь. Если знаешь, тебе пизда. Да. Это Паша сделал. Правда? Блин, правда. Да чего он ответил-то? Правда. Он знает эти вещи, я с капсулу времени, блядь. Чего? Реально? Пацаны, не тупите, пожалуйста. Они находятся у Егора. Я же знаю. Знаю. Он имел ввиду, он говорит, что он типа имел ввиду, что знает, что они у Егора. Логично, в принципе, да. Надо конкретные вопросы, нужны конкретные вопросы. Платили ли вы Егора деньги за уросло капсула времени? Нет. Правда. Да. Да, сука. Да. Аааа. Ааа. Есть ли у вас какие-то вещи, которые клали в капсулу времени? Я уже очень устал. Еще раз повторите, пожалуйста, что там было. Я уже не расслышал просто. Есть ли у вас какие-то вещи, которые клали в капсулу времени? Ты блядь! Однозначно нет. Нет. Правда. Правда, сука! Перенервничал, лысая жопа. Фу! Все закончено. Спасибо большое. Ну, а зачем ты так нервничать не заставил? Он отвечает. Вопросы это. Это все нормально? Да, все отлично. Не воровал он вообще? Капсул не воровал. Доверяй, но проверяй. Нормально. Отвободи меня от этого. Извини, ради бога. Я это... Ну, да, ну, надо было. Получается, Егор это наврал. Диаграммы, все нормально там. Прошел тестовый. Прошел достойно. Все, извини, пожалуйста, брат. Фу, блядь. Ну, все, слава богу. Все, спина могла. Да, подруга, если он мог. Ну, все, в людей еще можно верить. Ладно. А что делать дальше, я не знаю. Не знаю. Ну, сейчас будем думать, что делать. Поехали. Поехали. После Пашиного детектора лжи у нас теперь есть две новости. Первая, это я абсолютно не знаю, что теперь делать и где искать капсулу времени. А вторая, то, что Паша, слава богу, оказался нормальным человеком и не участвовал во всей этой грязи. И Егор его полностью оклеветал. На следующий день мы собрались с ребятами обсудить, что же делать дальше. И к нам в головы пришла одна гениальная идея. Плохая идея, Егоря посадить на полиграф. Реально. Но пока в больнице, мы его не можем посадить. А прикинь, он уже съебнул оттуда. Ну, он может отказаться вообще так-то. Не, а я думаю, он ебнует, а он пойдет. Он 100% что-то скрывает, правильно? Угу. Либо там что-то жесткое, и он прям скрывает это, ну, прям. Мне кажется, ему кто-то угрожает. Потому что, типа, мы его и так со всех сторон уже обложили. Типа, ему нечего, ну, как, что-то скрывать, все понятно. Но что-то он скрывает. Блядь, а почему мы не сходим к этим-то? К этому. К этому. К другим типам. Ну, мы же двух еще не опросили. Ну, мы только Сашу нашли и Еголю. И только с ними разговаривали. Мы же знаем, где это вы там еще, блядь, два дурака. А, вообще, которые капсулы забрали? Да. Ну, который снимал... Ну, блядь, это вообще... Почему мы вообще к ним раньше не поехали? Надо было раньше поехать, надо было приехать к каждому из них. Ну, мы думали, что все у Егоря. Да, тебе же Саша сказал. Поехали к этим типам, они могут что-то знать. Можно доесть вначале, пожалуйста? Поехали прям сейчас. У тебя адрес есть? Да. Ну, а все есть. Только никак тогда мы взрывались, чтобы не было снова проблем. Не, нормально, просто придем, просто сейчас доедем до одного степов и просто с ним поговорим. Хм, представляю, как он просто нас постит. Потом до второго. Все верно, ребята. Как вы помните, Егорь воровал мою капсулу далеко не один, а вместе со своими подельниками. И каждый из них может знать какую-то информацию, которая нам очень сильно поможет в наших поисках. Мы знаем все их имена. Имена их родителей, их мобильные телефоны и главное, мы знаем адреса их проживания. И поэтому в тот же день мы поехали к одному из них в гости и, разумеется, никому об этом не сказали. Давайте только аккуратно. Смотрите, наша задача, мы как бы не трогать не будем, ничего. Заходим спокойно, без проблем. А может, не ему сначала-то за него? Может, я прямо сейчас, наверное, выйду? Давайте сидим. Какой пашний, да херус пойми. Мужики, а не можете нам открыть парадную? А можете открыть? Да, да, можете? Можете, конечно. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо, спасибо большое. Ребят, только не в шею. Хорошо. Суметь не будем. Добродушный сосед пропустил. Нам повезло. Он еще не знает, зачем мы идем. Мы приехали к другу Егорию по имени Леонтий. Мы приехали вечером, даже сказал бы уже ночью, чтобы он точно был дома. Потому что мы с ним хотели просто поговорить. Мы не хотели драться, мы не хотели там что-то найти. Мы просто хотели узнать его версию всего случившегося. Но то, что я услышал, а главное, то, что я нашел, меня очень сильно обрадовало. Без всяких кипишек. Окей, все. Я просто дверь притяжу. Ой, все. Что там? Это Саша. Где Саша? Это Герасев. По поводу капсулы времени я пришел, ты, наверное, меня знаешь. Я бы хотел с тобой поговорить по-нормальному. Сразу говорю, да, без всякого кипиша. Мы тебя ни в чем не обвиняем, тебя никто трогать не будет. Никаких проблем не будет. Просто открой дверь, поговорим по-нормальному. Или мы придем с полицией вообще. Не открывай. Давайте надо сегодня разойтись реально. Лучше сегодня поговорить, я тебе серьезно говорю. Завтра будет поздно уже. Говорит, завтра поговорить. Я думаю, не слышно. Завтра будет поздно. Мы сейчас тогда... Мы вернемся просто с полицией тогда, братан. Я тебя не понимаю. Давайте по-моему. Держать. Мы поговорим по поводу капсулы времени. Меня зовут Саша. Я закладывал капсулу времени. Я бы хотел с тобой поговорить, потому что ты один из участников, которые ее, собственно говоря, все время раскопали. Мы с камерой. Давай зайдем, поговорим. На камеру все скажешь. Мы уйдем. Вообще-то уже будемичка-то позднее. Завтра будет поздно. Я предлагаю сейчас с тобой просто поговорить. В позднее времечко капсулы то выкапывали. Сейчас тоже неплохо. Да, смотри. Мы с Егором, мы поговорили с Егором. Там все плюс-минус сложно. Это сложная ситуация. Егор, по-моему, немного неадекватен. Да, мы хотим разобраться с этим вопросом с тобой. Давайте, может, на следующую неделю. Я после работы устал. Давай сегодня лучше. Я думаю, ты заинтересовал по разговору. Не меньше, чем. Нам 10? Смотри, давай, давай, мы сейчас поговорим. И у меня ушло на там 10 вопросов. Мы 10 вопросов с тобой разговариваем. Ты отвечаешь вопросы на камеру. Ты даешь такие показания. Мы от тебя сваливаем. Вопросов больше не будет. Трогать мы тебя не будем. Ничего с тобой не будет. Если бы хотели, уже тронули. Объективно. Давайте 5 минут уделим нам внимание, пожалуйста, и мы поедем домой. Заходим. Спасибо большое. Можно зайти в квартиру? Проходите. Можно. Мы пятером, да? 18-й тебе есть? Подавай тебе всякой фигнике. Угу. Мы пришли выяснить всю ситуацию по капсуле времени. Мы знаем тебя, мы знаем других ребят. Ты видел вообще видео? Да, да, видел. Смотри, ситуация такая. Ты либо сейчас рассказываешь нам все, как оно есть и как оно было на самом деле, либо мы принимаем какие-то меры, которые, я думаю, тебе не понравятся. Мне нужно от тебя... Мне нужно от тебя... Паша, Паша, не надо, Паша, не надо. Да, просто так, ну. Да, ребят, как бы у меня дома, можно нормально все вместе. Смотри, пожалуйста, скажи мне, когда и при каких условиях ты решил ограбить и украсть капсулу времени? Ну, это было не целенаправленно. Сразу давай на камеру скажем, да? Ты украл капсулу времени, ты участвовал в этом? Нет. Как нет? Ну, вот так. У тебя ютуб открыт? Да. Убей канал, называется Егорьев. Ну, видео это я видел. Ну, я тогда, что, ну, можно не вбивать, да. Не вбивать, конечно. Ну. Ну, что? Давай так, ты Егорь, 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 это твой друг. Я, смотри, я не буду сейчас с тобой, как это, блядь, сюсюкаться. Я тебе прямо задаю 10 вопросов, ты мне 10 ответов, и мы уходим, и все. Откуда знакомость с Егорем? Егорем уже знакомый, там, года три, наверное. Года три. Года три вы знакомы с Егорем. Дальше. Егорь, я тебе предложил украсть капсулу в ревью? Он не предложил украсть. Я вообще не знал об этой капсуле. То есть, по сути, ну, я вот сидел, вот, нет, понимаете, есть квартира, там, платить, ну, деньги всегда нужны. Позвонил Егор и предложил, типа, подработку. Говорит, типа, три тысячи можно, ну, получить за ночь. Ну, там нужно всего лишь что-то раскопать, что-то. Ну, как он, ну, не отдавался в подробности. Три тысячи рублей тебе предложил Егор, за то, что ты раскопаешь капсулу времени, правильно? Он не говорил, что это капсула времени. Он сказал просто... А если я тебе сейчас скажу, что ты врешь, потому что ты на видосе четко говорил, айфоны, не айфоны, все на свете. Ты говорил там про видео конкретно. Ты видел видео, правильно? Да, видел. Видео видел, правильно? А вот это видео ты видел? Чего? Нихуя я вышел, блядь, покурить, ебцетки. Ну, че, тихо, 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 тихо. Че ты мне гонишь, блядь? Ты нахуй мне пи***ешь, а? Ты нахуй мне пи***ешь. Не, не надо. Я все понял. Не надо, лишь. Я все понял, сука, что вы вчетверо меня нах**бываете. Ты че думаешь, я долб***ю, блядь? Это все тихо, 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 тихо. Это моя кнопка, блядь. Так все понятно, что это, конечно, спокойно. Изгадили вы, еб***и. Че там еще есть? Че там еще есть? Говори сразу! Говори сразу, че еще! Вот только как... Сразу говори, блядь! У тебя моя кнопка, блядь! Какое, какие менты, блядь? Я вообще... У тебя моя кнопка, че ты мне гонишь, блядь? Ты до этого говорил, сука, что тебе 3 тысячи заплатили. И через секунду он кнопку находит. Че ты мне заливаешь, блядь? Че ты мне заливаешь, сука? Он меня кинул на бабки, он меня кинул на бабки. Это все, что я, блядь, получил. Да пи***ди, блядь, полы, блядь, ну и там шайка, шайка, сука. Остальное продал уже, да? А это не получилось или что? В чем проблема? Да в том, что они меня кинули, понимаешь? Он мне даже 3000 эти не заплатил. Да он пи***дый, блядь. У меня осталась одна кнопка. Блядь, ты посмотри, она реально испорчена, блядь. Сука, откололи, блядь. Мы забираем эту хуйку, во-первых. Во-вторых, да не хуйка. Спасибо, блядь, спасибо, что ты разрешаешь не забрать мою, блядь. Она отходит сбоку. Сука, блядь. Так, все, давайте короче. Забрали свое, все. Собирайте и уходите. Что еще есть, говори, блядь. Нет у меня больше ничего. Давай смотри, блядь, показывай. На минуту перебора. Показывай, давай, показывай, давай. Если не хуйку, прятай, блядь, показывай. Ты не смотри, блядь. Показывай. Да ты, блядь, сказал бы сразу, блядь. Давай, сам, все, сам, блядь. Ты же не все нормально, блядь? Да, давай, показывайте камеру. Еще какие-то вещи есть? Нет, у меня больше нет никаких вещей. Все продал, все продал. Нет, я ничего не продавал. Ты понимаешь, что это я, блядь. Тебе везешь, что я блоги, блядь, снимаю. И, блядь, из вас еще, блядь, контент делаю, блядь. Любой другой бы вас всех уже засадил, блядь. Любой другой вас бы уже засадил, блядь. Благодарим, блядь, что тебе просто дизлаки. Давай, договорим. А хорошо, потеря, где вещи? Я думаю, что у Егоря. Что ты думаешь, куда он забрал их? ну кто забрал вещи когда вы уехали вообще кто уехал с вещами его правильно сто процентов гарантируешь сто процентов вот в камеру блять камеру скажи это все что мне досталось и все что даже 3000 вы друзья и и 3000 я не знаю как я либо на актер блять и на жалость давид либо но если бы мы нашли в чем сразу мне вот я не увидел что ты мне кнопку не дал не знаю хороший ли этот парень актер или он правда не врет но меня не покидало чувство что он что-то не договаривает как в его квартире оказалось только моя золотая кнопка где все остальные вещи и тут только два варианта либо он все продал а золотую кнопку не смог либо он спрятал мои вещи где-то под плинтусом я тебе гарантирую на камеру заявляю я точно все найду если это что-то у тебя здесь в полу спрятана я это тоже блять найду и будет хуже чем я просто найду давай спасибо что пустил на чай ребята золотая кнопка блять золотая не зря съездили давайте кулачки пацаны блять это было дожки блять называется нахуй все блять респектуре блять осталось могу найти осталось деньги из найти сука то они продали все я уверен а дальше для нас ситуация была максимально очевидна теперь нам нужен егорю он не сможет от нас бегать мы знаем о нем абсолютно все вплоть до адреса его дачи но рассказать как все было на самом деле он все-таки мог именно поэтому мы дождались когда его выпишут из больницы и решили перехватить его в самый неожиданный момент ребята прошло 40 минут пока егора до сих пор нету точно сюда ходит на перевязки ходит точно сюда но возможно у нас дезинформация то что он должен был сегодня прийти не спрашивайте откуда мы знаем что он должен быть здесь мы просто мы реально вот мы про все знаем про его раб горе до сих пор никуда не выходил не заходил либо мы проморгали не знаю у нас обманули не знаю нету ребят его все это время нету не видим он уже даже если прошел мы его не заметили он больше чем полчаса там точно ну ребят у нас еще впереди еще одна машина стоит наших ребят а не с чего перехватит это он в черно черное черное белое телефон да давай волосатый белобрус это он все надо ехать вон Саня все выезжает вон на остановку блять я сейчас на спать ребят мы видим Егорьева блять Саня его надо точно поймать тихо 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 все переходи дорога переходи дорога так мне его нельзя трогать точно я конечно нельзя надо где-то сзади его перехватить нельзя его обгонять куда-то летишь блять тихо тихо если он повернется он нас палит мы тут едем кортежем и ты вообще и пале валюты костя где сзади нас еще и костя сзади на мне ребят я предлагаю вылетай руку это сто процентов Егоре сейчас сюда встану тихо 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 все быстро выходим быстрее выходим Здравствуй, здравствуй, как дела? Как дела? Как рука? Болит, болит? Здравствуйте. Здравствуйте, а чё? А чё, чё такое визит-то неожиданно? Чё ты, ничего, не переживаешь, всё нормально, не нервишь, всё хорошо. Постоим, постоим. Давай поговорим. Конечно, Егор не ожидал нас увидеть. И на самом деле, именно этого мы и добивались. Потому что в этот момент он максимально уязвим и, как мне казалось, максимально сговорчив. Но Егор оказался крепкий и находчивый орешек. Мы дождались, пока тебя выписали из больницы, проверили с Пашей, Пашу на детекторе лжи. И на детекторе лжи выяснилось, что ты балабол. Пожалуйста. Рассказывай. Всю правду, б***ь, рассказывай уже. Ты задолбал бегать от нас. Рассказывай всю правду. Всё, некуда бегать. Некуда, всё. Я вижу, я по кругу это окружён. Давай. Я так счастлив, что мы сегодня его встретили. Эта встреча прям мне очень нравится. Егор, мы, разумеется, тебя случайно встретили. Мы его буквально проезжали мимо. Давай без детского сада ты мне просто всё расскажешь. Угу. Всё расскажешь. Где капсула? Где вещи? Где деньги? Да? Да? Мы нашли у твоего дружка золотую кнопку нашу. А, чёрт. Ну чё, я могу ещё сказать? Рассказывай, вы меня четыре... Паша, Паша, чё ты проверил на детекторе? Думаешь, нельзя обмануть детектор? Блин, я тебе всё рассказал уже. Рассказывай. Чёрт, ты такой глупый. Мы сидели, мы наняли отдельного полиграфа. Ты нас чуть ли не посолил. Ну, да. Ты понимаешь? Да. Ты обвинил его. Я на него подумал. Всю правду на камеру говоришь. Где сраная капсула времени и всё, что в ней находится? Я затрахался за тобой бегать. Ха. Ну ладно, ладно. Ещё раз скажу. Всё у Паши. Чё он вам там на детекторе наговорил? Да вообще без понятия. Ещё раз спроси. Ещё покопайся в нём. В телефоне у него, я не знаю. Конечно, у меня. Конечно, у меня. Ну а у кого же ещё? Не у меня же. Смотри, где у меня капсула-то? Где? Ты нахуй. Мы сходили, блядь. Мы на ФСБ позвонили. Нам наняли, блядь. Привезли полиграфолога. Этот, блядь, нашёл всё. Я приехал, всё сказал, чисто. Сказали, прошёл успешно. Твоя задача сказать всё. Тебе уже ничего не требует. Просто скажи, где? И что с этими вещами? А тебе больше ничего не требуется. Просто скажи. Сказал уже. Поша, Поша, скажи ты. Блядь, что мне ещё говорить? Ну я не знаю. Чё ты думаешь, нельзя обмануть детектор? Поехали. Ты обманешь детектор? Наверное, не получится. Пойдём на детектор. У нас была идея, мы поведём тебя на детектор лжи. Попробуешь обмануть его. И там ты точно всё нам и расскажешь. Ну или обманешь детектор лжи, братан. Это же легко ведь. Если ты не хочешь говорить, давай на детектор. Я думаю, зрителям будет интересно. Прямо сейчас, в эту секунду, мы с тобой садимся в машину и едем на детектор лжи. Даже мне будет интересно. Мы поедем, можно заказать сейчас, что приехал к нам? Детектор? Да. Давай. Прямо сейчас, поехали. 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 Смотри, да смотрите, как он краснеет перед камерой. Это чё ты? Давай, говори. К тебе в машину, к тебе в машину счесть и уехать. Прямо сейчас поехали, да поехали. Покатайся чё ты. Поехали. Ладно, есть свои плюсы. Давай я тебе заплачу. Давай. Ооо. Давай, я просмотры наберём. Я тебе заплачу. Давай. Вот это уже бизнес. Давай. Десять? Сколько? Дай пятьдесят тысяч. Мало. Ты чё? Ради такого хайпа ты чё? Сколько? Да пошёл ты, давай. Бесплатно. Поехали. Не-не-не, бесплатно. Поехали. 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 Да всё, все видели, камеры видели, какая-то красная сменится. У него голос дрожит. Пойдём, пойдём, брата. Блин, блин, блин. Давай вернёмся к первому пункту. Кого там было, про 50 тысяч было? Вот это. 45, нет. 50. 40 уже? Блин, нет, нет, нет. 50 тысяч. 50 тысяч. По рукам. Ешь на детектор? Еду на детектор. Прямо сейчас. Прямо сейчас с тобой на комаре. Я тебя... На комаре? Ха-ха-ха. Сейчас, сейчас мы узнаем, договориться мы сможем и поехать. Всё, отлично, ждём тогда. Принимаешь нас? К нам в ангар, пусть подъедет. Да, к нам в ангар. Всё, братка. Стоим за ручкой первым. Ты там не отвертишься. Ты не отвертишься. Там. Или попробуешь обмануть. Попробую обмануть. Или скажу правду. Даём? Деньги даём ему? Конечно, за час. 45, 45, 45. Да вы чё? 30 тысяч. Нет, нет. Хорошо, 50. Всё, поехали. Поехали, 50 тысяч, честно. Посадите его назад, чтобы дверей не было. Я его в комары не повезу. В смысле в комары не повезу? Давай садись, садись. Да садись ты, блядь. Блин. В багажник его, может, да? Обязательно. Всё, тебе 50 тысяч платят. Ты и так балабол. А почему мне никто не помогает? Лёг, садись. О, хорошо. Едем в ангар. Егоре у нас рука, блядь. На самом деле, у нас уже давно была идея позвать Егоре на детектор лжи. Потому что это практически 100% вариант узнать ответы на все интересующие меня вопросы. Где капсула времени? Где вещи из неё? Кто вам слил координаты? И так далее. Но сейчас я сакцентирую ваше внимание на одном очень важном моменте. На протяжении всего времени, пока мы ехали в ангар, пока мы включали свет, ждали полиграфолога, настраивали камеры, Егоре очень активно с кем-то переписывался в телефоне. Это скрытая съёмка какая-то? Да. Тогда я не придал этому никакого значения. Но вы скоро поймёте, с кем он переписывался. Ну так, ребят, короче, сейчас будем смотреть ответы Егорева. Надеюсь, что новое сегодня узнаем. Снимаем? Да-да-да. Ребята, мы подготовили небольшую импровизированную студию. Егоре будет проходить детектор лжи. Я подготовил маленький список вопросов основных. Я как обещал. Так, брать-то мне сейчас нечем, конечно, поэтому можешь как-то в карман засунуть там, не знаю. Вот, Егор, я плачу 50 тысяч рублей за это прекрасное шоу. Но тебе сейчас жопа, я тебе гарантирую. Первый, ребята, вопросы простые, потому что Сергею надо посмотреть на реакцию организма Егорева. Вот, поэтому поехали. Первый вопрос. Тебя зовут Егор? Да. Правда ли, что тебе 19 лет? Да. Канал Егорева. Это твой канал? Да. Было бы странно, если бы что-то другое бы он сказал, если бы это не его канал. Правда. Правда, ребят. Ну, в принципе, неудивительно, это правда, канал Егорева. Пока что справляюсь, да? Да. Следующий вопрос. Напоминаю, отвечай честно. Детектор нельзя обманывать. Конечно, конечно. Продал ли ты хотя бы одну вещь из капсулы времени? Нет. Не может быть. Правда. Хух, сто процентов пока что, сто процентов. Правда. Чего? Не надо продолжить. Это может быть неправдой. Блин, у меня как-то вы... Офигеть. Егор, ты воровал капсулы времени? Да. Правда. Угу. Егор, жалеешь ли ты о содеянном? Нет. Ложь. Черт. Жалеешь ты о содеянном. Я бы тоже жалел, руку сломал. Популярность такую заимел. Так, хорошо. Давай следующий тогда вопрос. Правда ли, что вещи из капсулы времени находятся у тебя дома? Конечно, у него дома. Нет. Правда. А где они, бля? Удивляю тебя, да? Удивляю. Охренеть, бля. Если ты их не продал, они у тебя не думал. Давай к следующему вопросу. Пока что сто процентов все вопросы, бля. Правда, я прям... Это может быть ошибка? Ни слова лучше. Детектор можно как-то обмануть? Невозможно. Он ни разу не обманул полиграф. Где тогда вся капсула времени? Хорошо, давай пожёстче вопросы. Ты утверждаешь, что Паша слил тебе координаты капсулы времени. Мы опросили Пашу, ребят, если что, на детектор лжи. Вот на таком же детекторе. Детектор подтвердил, что Паша не сливал данные. Да, меня опросили. Поэтому вопрос. Правда ли, что Паша слил тебе координаты капсулы времени? Я ничего не сливал. Какие нахуй координаты? Да? Ложь. Вот ты и попался, дружочек. Сука, бля. Ты не переживай, не переживай. Я сейчас тебя докачаю вопросиками. Сейчас мы всё... Сейчас мы всё узнаем. Всё, за 50 тысяч ты сейчас опозоришься на весь интернет. Что-то я напрягся на секунду. Итак, следующий вопрос. Егор. Егор. Подскажи, пожалуйста. Здравствуйте. А вы куда? Правда ли, что ты поделил пополам вещи из капсулы времени? У нас тут съёмочка, здравствуйте. У меня здесь сын находится. С ребятами, с которыми воровали вещи. Сань, тут кто-то зашёл, Сань. А сейчас я вам должен сказать один очень неожиданный для всех момент, в том числе и для меня. Всё, что вы увидите дальше, это не по-настоящему и компьютерная графика. Все совпадения случайны и никак не связаны с реальностью. Помните, Егоре очень активно с кем-то переписывался, когда мы готовились к детектору лжи. Сейчас вы поймёте, с кем он переписывался и, главное, зачем он это делал. Здрасте. Стоп, спокойно, ты кто? Стоп, спокойно, ты куда идёшь? Стоять! Ты почему меня в студии? Стоп! Ты чё, командуешь здесь? Ты чё, совсем оферел? Стоп, мне ещё вопрос? Стоп, это кто-то из наших ребят сделал или что? В чём проблема? Уйди отсюда! Тебе кто-то слил координаты или что? Ты чё, не понимаешь? Ты чё, дурной вообще не понимаю, а? Ты ко мне пришёл, я ему деньги заплатил! Дай Бог, я увижу это видео! Кто такой, а? Лысый, ты чё, совсем оферел? Ты чё, совсем ненормальный? У тебя проблемы будут, братан. Егорь, ты куда уходишь? Егорь, стоп! Иди сюда! Иди сюда! Лысый, иди сюда! 50 тысяч! 50 тысяч он мне забрал! Ты так бабки отжимаешь? Ты так бабки отжимаешь? Угомонись, я тебе сказал! Ты ко мне на студию приходишь! Дай Бог! Ты знаешь, что твой сын... Ты не ори! Ты знаешь, что твой сын... Ты не ори, я тебе сказал! Я тебе не ору! Не дай Бог, я увижу тебя рядом с ним! У тебя будут серьёзные проблемы! У тебя будут серьёзные проблемы, что ты сюда пришёл! Да! У тебя проблемы будут! Братан, у тебя проблемы! Это видео точно будет в интернете! Да, да! И у тебя Егор тоже! Это кто вообще такой, блядь? До свидания! Я тебе говорю, ты пожалеешь об этом, чувак! Тонированный весь, блядь! Тонированный весь, блядь! Пошли нахуй! И кто это вообще? Я еду, блядь! Я сидел в наушниках! Залетает чел! Я думал, кому-то! Да, вам не показалось! Настоящее быдло в лице, как я понял, отца Егорио ворвалось к нам в ангар, чтобы спасти свою чадо! Хотя чадо себя чувствовало прекрасно и даже заработало 50 тысяч рублей, вы увидели то, что увидели! И это было на самом деле! Егорио вместе со своим папашей просто слились с моими деньгами! И самое страшное, что я не услышал ответы на самые важные вопросы! Но на этом история не заканчивается! В этот же день мне написал друг Егорио, который мне и раньше какую-то информацию сливал! Кстати, да, я занимаюсь грязным делом и подкупаю друзей Егорио! Но в этот раз он проявил инициативу и захотел мне рассказать очень важную для меня информацию! Оказывается, Егорио готовит на меня разоблачение! Ребята, всем привет! Приехал на встречу с корешем Егорио! Этот чел мне уже пару раз кое-что интересненькое докладывал! Попросил встретиться, хочет что-то важное мне рассказать! Раньше его не снимал, сейчас попробую снять! Нацепил микрофон! Попробую снять вам показать! Камера будет в скрытом таком формате! Поэтому не обессудьте, если будет плохо видно! Мы прямо сейчас собираемся и помчали! Привет! Извините за опоздание! Очень страшно! Ну, рассказывай, что такое срочность! Почему? Что случилось? Что? Вчера я виделся с Егором! Так! Это так просто! Я тоже с ним недавно виделся! Снова! Угу! И он мне кое-что рассказал! Он рассказал мне ту информацию, которую тебе знать нельзя! Он ебанулся! Он ебанулся в край! Он ебанулся! Я знаю, что он ебанулся! Он давно ебанулся! Он по жизни, по-моему! Мне рассказывали, что это даже не половина того! Это что я показываю в ролике, даже не половина того! Он снял при тебя разоблачение! В чем разоблачение? К примеру, номер телефона твой номер! Он вроде бы это уже делал, я не знаю! Бля! Господи, еще раз что? Он хочет слить номер телефона новый! Да! А номер телефона тебе слить твой? Это называется не разоблачение! Это называется пакостничество! А... 8! На каком адресе? Откуда? Откуда? Егор сказал! Откуда, бля, у тебя мой адрес? Он подробно расскажет! Адрес мой? Где живу? Да! А адрес, номер телефона! Он сольет все про тебя! Ты угораешь! Нет, я не угораю! Зачем? Какой смысл? Какой смысл? Подожди, какой смысл сливать что-то? Я поэтому тебе говорю, что он еб***ь! И неделю назад он выпустил на меня разоблачение, в котором слил номер моего мобильного телефона и адрес моего проживания! Поэтому я вам могу сказать только так! Есть такая улица, в городе СПБ и квартира там 1023-7! То, что он слил мой номер телефона, мне, честно говоря, категорически насрано! Потому что телефон, да, это геморрой, страшно, но его можно поменять, как бы это, в принципе, не проблема! А адрес и квартиру поменять так просто не получится! И самое неприятное, что я совсем недавно переехал временно жить к своей девушке, а в этой квартире живет моя мама! И адрес слили в интернет! И сразу же, как я увидел это видео, мама поехала отдыхать на дачу, а я приехал в эту квартиру на всякий случай охранять! Ну, потому что миллионы людей смотрят эти видео, как бы люди разные и мало ли что случится! И я как жопой чувствовал, в первую же ночь, как я там остался, случилось вот это! Ко мне кто-то домой долбится уже второй раз, блин! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кто здесь? Молодец, ***! Иди сюда! Кто помешал? Тебе не стыдно ночью бегать за мной? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот вы сейчас смотрите и думаете, что ну, пару раз тебе там постучали, что такого, ничего страшного! Но на самом деле, ребята, это полный ***! Потому что кто-то приходит к тебе домой ночью, специально стучит, целенаправленно, мешает тебе жить, мешает тебе спать, а потом как цыкухи убегают и бегают от тебя по подъезду! Вот зачем? Зачем они это? Вот я тебя спрашиваю, кто это делал? Нах*** ты это сделал? Я изначально думал, что это какие-то школьники, что они там какие-то приколы у них, да? Они там бегают по подъезду, в тикток снимают, но когда я утром вышел из квартиры и увидел свою дверь, то это либо какие-то очень смелые школьники, либо кто-то пытается мне угрожать. Парни, это ***! Я сейчас выходил из своего дома в ангар и увидел *** вот это ***! Какие-то ***! Разрисовали мне дверь, сука, ночью! Они долбились ночью, я их прогнал, и они видимо под утро разозвали дверь мне. Сука, и краска не стирается, ну очень *** выстирается, уже проверил ***! Приезжайте ко мне, будем снимать это ***! Это ***! Сразу же, как я это обнаружил, ребята, я позвал своих ребят, позвал с камерой, потому что это надо все зафиксировать. Это настоящий вандализм, я без понятия, кто это сделал. Я живу потому что в старой хрущевке, там нету никаких камер, ничего нету. Поэтому, разумеется, парни приехали, мы все зафиксировали, потому что это все случилось только из одного ***, который слил мой адрес проживания. И это будет как доказательство. ***! Короче, ребят, снаружи дома творится какая-то вообще шляпа. Блин, хорошо, что я там камеру не достал. Куча типа, это мы еще успели пробежать, но заметила только 3 человека, а там вообще ***. Сейчас Саня, если узнает, он вообще ***. Блин, живой это еще хуже смотрит. У меня плохие новости, чел. Внизу человек 50 школьников стоит. Ну не 50. Ну человек 30 точно. Это вандализм. Она не оттирается, я уже попробовал. Это направлено именно мою дверь. Я посмотрел, никакой двери на *** не покрасили, ничего. Только именно мою. Ну конечно. Что там еще раз, там школьники? Там человек 40. Мы успели еле как пробежать. Она меня трое заметила, но... Блин, что делать? Ну что делать, бля? Как теперь жить? Что мыть? Что делать сейчас? Нам это уехало, съехало, все. Вам отправили. Блядь, ребята, это ***, блядь. Ну вот реально, это полная ***. И это все из-за того, что один *** просто слил адрес, блядь. Один, блядь. Давай вытерем тряпки. Куча, вот какой бы я грязью не занимался, как бы я что, блядь, о нем не думал. Я знаю адрес, я никогда не сливал, потому что это ***. Блядь, врубай эту лампочку. Что там про ***? Вообще ***. Там человек 30, 40, они подходят, они всем звонят своим корешам. И зовут еще своих корешей. Ну ты галан, ты галан на них-то не пакуй, они что? А это не они сделали сто процентов, чё. Ну почему-то, кто-то возможно. Возможно, кто-то из них. У меня все, все. Ну и ***, выйдем пойти втихаря. Давай. И не свети. Я никогда много подписчиков за раз не видел, если что. Сань, ну там ***? Там да. Я прям сейчас шел, я просто ***. Ох, я тоже. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Привет. Это не Гичу. Это не Гичу. Все, все, как я все. Какая, какая, шутка, зачем пришли, не секрет. Сфоткаться. Мы сфоткаться не хотим. Сфоткаться хотели. Сфоткаться хотели. Сфоткаться хотели. Давайте. Хорошо. И ребята, я всегда фотографируюсь со своими подписчиками Я всегда рад их видеть И ни разу никогда никому не отказывал Но квартира, подъезд Это все-таки личное пространство каждого И когда ты приходишь домой, ты хочешь побыть один Но теперь из-за одного человека по имени Егорию Ко мне каждый день приходят подписчики и ждут меня около квартиры Я не упускаю возможности Я через камеру прошу, ребята, пожалуйста, не делайте так Никогда никому не приходите домой без приглашения Но в тот момент, когда пришли ребята, возможно, это было даже хорошо Потому что они сказали одну очень важную, но очень плохую новость Что с машиной? Что с машиной? Там колеса прогулит Да, да, там колеса прогулит Да Там колеса прогулит Там прям прогулит Да Колеса прогулит Да, плюс на комаре На комаре Да Да, че у тебя там Друзья, посмотри, посмотри Комаре прогулит Блин! Блин! Мы вчера из магазина шли и увидели Колеса прогулит Колпачки вроде бы Кто-то видел, кто это сделал? Я! Это что? Все четыре прокололи Еще и арку сломаю Пиздец Это ножом Это кто-то не пожалел вообще Это стоит сто тысяч Вы знаете, сколько колес стоит? Сто, сто двадцать даже Серьезно? Это ужас вообще Он не ужас Он плохой мальчик Он плохой Егор, Егор, я плохой пацан Когда я это увидел Я принял решение действовать уже окончательно и кардинально Понятно, что я уже, скорее всего, не найду тех, кто это сделал Понятно, что не будет спокойной жизни И надо будет переезжать в другую квартиру Но Егор, который это сделал, должен за все это ответить В своем разоблачении он утверждает, что это все постанова И что он актер И именно поэтому я уже перестану играть во все эти игры И направляюсь прямо к нему домой И будем разговаривать уже с ним по-другому Всем привет еще раз Я, сейчас говоря, немножко нервничаю Потому что сегодня, прямо сейчас будет момент Х Мы приходим к Егорю непосредственно домой Мы находимся около его дома Мы точно знаем, что это его дом Скорее всего, он сейчас находится тоже в квартире И сейчас он будет отвечать мне за все слова, которые он наговорил За все, что он сделал За его разоблачение Посмотрим, постанова это или не постанова Я его это спрошу лично Сейчас без каких-либо прелюдий Без каких-либо размусоливаний Я просто захожу к нему в квартиру вместе с пацанами Спрашиваю у него за все, что он делал И, может быть, узнаем, где была капсула Погнали Здравствуйте, почта Откройте, пожалуйста Первый раз не получилось Мы можем дёрнуть дверь, но это просто мне надо показывать Здравствуйте, скорая помощь Откройте, пожалуйста, дверь 38-го Так, ребята Квартира Егора находится сверху Я залетаю первый Сразу хватаю Егора Мне вообще На все эти правила, ребята На законы Потому что вы себе не представляете, чем на самом деле занимается его бася Занимался и чем занимается сейчас И эти чуваки не разбираются с полицией И я буду разбираться по их правилам И мне вообще Если батя дома Ты на себя бери Я без шуток Все, главное, чтобы он открыл дверь Так, ребята Я сразу предупреждаю Да, YouTube, пожалуйста, ролик не блокируем Это компьютерная графика Все совпадения случайные Это все актеры Все не по-настоящему Пожалуйста, не блокируйте видео Я всех предупредил Ну и Оставьте лайк Поддержите Че ты попортил-то туда, а? Ну рад меня видеть, братан, да? Вставай Садись, блин Присядем? Садись, блин Че ты попортил-то туда, а? Все было убрано Пойдем, блин Че ты прятался от меня? Постанову, бля Не постанова, да? А че это еще? Ты можешь за свой базар отвечать? Отвечаю, сука Ты один дома? Конечно, один с кем мне еще будет Чиллю Че ты с гневца свои разводил? Садись, блин Пи***** Вставай, бля Че делать? Не ожидал увидеть? Да? Пришел разбираться с тобой, сука Че руки-то дрожат, сука А? Страшно, бля Скотины, бля Ты нахуй ты сделал, рассказывай Ты понимаешь? Мне уже настолько насрать Что я врываюсь в твою квартиру Мне по-бью Мне по-бью Я знаю про тебя И про твоего отца Все Какие вы, суки И как вы себе нажили, бля Все это Что конкретно? Сиди, бля Ты понимаешь Что вы ко мне в квартиру сегодня Сука, ломились ночью из-за тебя Всю, бля Ночь Ломится уже не первый день Из-за того, что ты, бля Пытаешься хайпануть Все Украл капсулу Молодец Дай что, бля Сам не знаю Ты больной, бля Ты понимаешь? Ты сумасшедший Я, несмотря на то, что знаю тебе все Люди видят, что ты делаешь Я все равно не позволяю себе, бля Твой адрес показать кому-то Потому что ты, во-первых, это незаконно Ты понимаешь это, бля Ну, теперь понимаю Я ютуб заблочил, да Было Прикинь-ка, мне сегодня тоже, короче Сколько? Раз, два, три Четыре чувака врывает Пошел в жопу, бля Это что? Из-за тебя, я бы сказал Это что? Это мой макбук, бля О, макбук Забирай Так и быть Отдаю Считай подарком, я не знаю Это, это, это... Ты что? Это мой макбук Да забирай, забирай Забирай, сука А коробка там что-то есть? Это мой макбук Да? Коробка? Это который я клал макбук Секунду, сейчас будет вообще подарок Полный Коробка нужна? Ключи Коробка Да ты, блядь, совсем ах... Ну, блядь Ты, сука Ты мне рассказывал про то, что это, блядь, не дома у тебя Ну Балабол, блядь А ты говорил... Да ты вообще, ты патологический пи***л получается Подожди, подожди Ты говорил, нельзя нах... Ребята, это мой... Это, ребята, блядь, это мой макбук Это макбук, который я клал в сраную капсулу времени Ты доставай все Доволен? Мне насрать, я иду искать все, блядь Еле ты сам покажешь мне Я тебе показал Я тебе показал Я только что у тебя на столе увидел свой макбук Да, вот я тебе коробку принес Пи***л Что это? Ты, ты один живешь? Хм Ну как один с батей Хм 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 Де вещи, блядь, какие Ты с кем, блядь разговариваешь? Которые я вложил С бати разговаривала С батей разговаривала Сейчас приедет он, побазаришь с ним Все, хорошо Мы сами поищем, блядь Сами, блядь, поищем Блядь, там еще три ноута, блядь, каких-то Один, один продаю О, слышь, слышь, второй подарок Для тебя, иди, иди, иди Бери Ну нахуй ты, блядь, ну ты мне врешь Ну не знаю Отдай вещи, блядь Все Сука, блядь, это моя камера, блядь Да, она самая Забираем, блядь Ищи еще дальше, блядь Сука, в камеру посмотри, блядь В камеру посмотри, на тебя смотришь, а миллион человек, ты вор Если повезет, миллион Если повезет, блядь Не парься, блядь А ты следишь, я смотрю, блядь Я слежу иногда, да, бывает Так, частями на себя смотрю Все, короче, мы тебя Поехали Все Да пошел ты, блядь Вещи забрали Все, блядь, отдай вещи, мы си*** Ну все, мы забрали Макбук есть, куртку свою не забывай Все, давайте, давайте, давайте А че, блядь? Я хочу один посидеть Один хочешь посидеть Да? Вещи, блядь, Евгений Да не, погнали Да похуй на тебя Смотри сюда, иди сюда Давай, смотри, я побазарю Смотри, я побазарю Смотри сюда, блядь Ты своровал, потратил и забыл Я, в отличие от тебя, не д*** Я зарабатываю И я на тебе, блядь, заработал, поверь мне Не меньше, чем ты украл, блядь А ты этого даже не знаешь Ты работаешь на меня Ай И ты этого даже не знаешь Окей Понимаешь? Я тебя снимаю Я на этом зарабатываю А ты, блядь, тебе в глаза всех Долбок, вор Понял, блядь? Сойдет Тебе эти деньги сейчас я не сделаю Если ты не понимаешь Ну посмотрим, что я не сделаю Ты никуда, ты просто потратишь И забудешь А интернет все будет вспомнить Я забираю то, что мы съем Остальное забирай все Мне п***ю Биткоин, не биткоин Там растет как раз Я тебя поздравляю, братан Да не очень, да он и растет, по-моему И смотри Если вы с этого момента Я забываю Н***ю про тебя Понял? Если ты хоть раз Еще появишься в моей жизни Будет плохо Класс, я согласен Все, давай Забираем все Возьми ноут Коробку, блядь, себе можешь ставить Всё, блядь, отдыхай Чаю попей Блядь, блядь, мне просто писать Это сумасшедший человек Я вот в глазах вижу, что он сумасшедший Я таких не вижу Все, я от него отстаю, блядь Если он ко мне будет приставать Я пристану, блядь, поверь мне Поверь мне, вот, Егор, ты это смотришь Будешь приставать Я пристану так, чтобы я это на всю жизнь запомнил Все, блядь Все, мы эту историю наконец-то Ну и всегда уже заканчиваем Потому что всю эту историю заканчиваем Уже раз вот Стоп, 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 блядь Стой, блядь, стой, стой Че ты, ты его сама Ну, блядь, ты как? Блядь, ты что, блядь Ну, ты что, нахуй, забирай Забирай, смотри Блядь Ребята, вам не показалось, потому что сумасшедшие папаши вместе со своим лысым корешком напали на нас реально среди бела дня прямо у себя во дворе. Один из них достал настоящий ствол, и вот этого, честно говоря, мы вообще никак не могли ожидать. Коллективно все немножко при***ли, разбежались кто куда, я даже, если вы обратили внимание, выкинул ноутбук, который я только что забрал у Егорева. Но эти два лысых сумасшедших Шрека не успокаивались и реально помчались за нами в настоящую погоню. Блядь, блядь, где Паша, где Паша, где Паша, блядь, Рома, блядь, куда они побежали, блядь, у него ствол был, блядь, больные, блядь, б**нутые люди. Сука! Он сзади! Блядь, ситуация от нее б***ять! Блядь! Блядь, что это б**ня? Че тут больше, б**ть, е-б**ть, е-б**ть, у него, е-б**ть, у нас ствол, блядь! Я у***л, б**ть, тут. Пошел на х**, все, пока, б***ь. Догоняй наш Вон Коры, б**ть. С*****! Это п*****, выдвори, 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 б**ть! Рома, ты иди, ты мне скажи по нормальному Я тут около будки какой-то во дворах Я не вижу А вот я вижу, блять, стой Домой садись, блять Садись, двигайся, блять, сюда иди Паша, 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 Паша Они поехали за нами, блять Они за нами, прям, поехали Ствол не увидел в окне, блять Все, не кричи, дай я отойти Я, блять, зебелся бежать Я бежал, пока Как тут выехать, блять Паша, ты как вообще, тебе все нормально? Мне прилетело в глаз Я, блять, просто, я как только увидел Я даже не увидел, что было Я увидел, что Рома бежит Я просто сразу съебываюсь У него ствол, блять, был Мне уже сказали Мы с Лехой убежали в машину Они сумасшедшие Они сумасшедшие Как я и говорил Это реально, ребята Сумасшедшие люди Для которых нету никаких правил Нету никаких законов И немного забегая вперед Мы выяснили, что отец Егория Его зовут Александр, если что Занимается бизнесом Но его бизнес построен На настоящем обмане людей Конкретно это видео Снимается уже целый месяц Потому что на следующий день После того инцидента Я должен был улетать в Турцию На операцию И, кстати, именно поэтому Я хожу в головном уборе Но это не означает Что мы решили сдаться Потому что Та ситуация меня реально задела По-настоящему Какие-то лысые чуваки Украли мои вещи И еще смеют Каким-то образом Мне по-настоящему угрожать Поэтому пока я был в Турции Мои ребята Искали информацию И нашли действительно Много важной инфы Про этого лысика Нашли его страничку в ВКонтакте Нашли всех его родственников До десятого колена Но это все в целом Нам и так Косвенно было известно Самое главное Это то, что случилось дальше Ведь у нас Появилась настоящая зацепка Я, короче, его номер пробил И нашел объявление Типа Вакансия в колл-центр Его номер Вакансия в колл-центр Он работает Он работает Он держит Нет, он получается набирает В колл-центр Вообще минимум информации Но самое главное Это есть адрес Это в центре Это в центре Ну давай, ищи карты Надо еще дальше номер пробить Может что-то еще есть Что это за колл-центр Где он уходит Чем они занимаются Да, ребята Мы нашли, как нам кажется Офис, который держит Этот лысый упырь Короче, ребята Решили мы позвонить Этим чувакам Попробовать Может быть, на самом деле Устроиться в этот колл-центр Каким-нибудь кротом Чтобы понимать Внутряк вообще общий Саня ответил, что устраиваться надо Надо встал Все Тогда, короче, я звоню Давай прямо сейчас Все Только на громкую поставь Ничего, ничего Тихо Алло Алло, здрасте Я вот по объявлению С авито звоню У вас вакансия Оператора колл-центра Она еще актуальна? Да, да Здравствуйте Да, актуальна Как я могу по вам прощаться? Меня вот Алексей зовут Я бы хотел узнать Вот 300 тысяч рублей И там написано про премии Вот я бы хотел узнать Какой размер премии Потому что Решающий вопрос Вакансия Это деньги для меня Да, Алексей, смотрите Премьер на регулярные Ежемесячные В конце, так сказать, месяца Подводим итоги И уже зависимость от того Сколько сделали Вы слышали рабочих норм Ну, мы плачем Мы не жалеем никогда Платим премию Очень-очень больших размеров Если интересно Я могу поподробствовать вам Лично завтра рассказать Ну, вообще, да Я бы еще вот Пару вопросов Хотел узнать А вот Что с графиком? Ну, смотрите Ну, вы знаете Да, мы сейчас Мы сейчас Жигаем такую Скажем, график у нас Особо не нормированный Как вам удобно Так, конечно И включайтесь с работы Начинайте свой рабочий день И заканчивайте тогда Как вам удобно Главное, чтобы вы Выполняли норму Хорошо А вот что за сфера Вообще Кому звонить Там будем, раз это Кол-центр Алексей, смотрите Эта информация уже Более такая личная Насчет завтра Вам удобно будет завтра? Ну, да А во сколько? Ну, часиков в 6 Вечера Хорошо, хорошо А куда-то подъехать надо будет? Да А, я вам могу сейчас Смсечку прислать Адрес Месседжер Да, да С которого звонил Все, супер Тогда я вам сейчас Отправлю адрес И буду ждать вас завтра В 18 часов Прошу прощения Да, хорошо Договорились Спасибо большое Тогда жду адрес Супер До свидания До встречи Хорошо До свидания Уявно Мы не были уверены На 100% Что это то, что нам нужно Но то, что телефон На странице отца Егория И телефон на странице Этого объявления Совпадает Это факт Мы снарядили Гошу Специальным микрофоном И скрытой камерой Я уже в тот момент Находился в Санкт-Петербурге Поэтому мы с ребятами Находились около заведения На случай Если что-то пойдет не так Я уже вернулся из Турции Ребята назначили В Турции потеплее, наверное Чем здесь Да Ребята назначили встречу С чуваком Из какого-то колд-центра Вот в этом ресторане Поэтому сейчас мы пакуем На Гошу микрофоны Даем ему скрытую камеру И Гоша не должен Облажаться вообще Да? Надеюсь, что получится Протянись Просто устраиваешься на работу Все нормально Все, не видно микрофона? Не видно Все максимально дружелюбно Хорошо Чтобы нас не спалили Чтобы все было Мы будем в машине сидеть и ждать Ребята, сейчас Гоша только что Пошел на собеседование Мы немножко отъехали Но встали так Чтобы видеть выход Да? Чтобы если Гоша Вдруг там что-то начнет выходить Или что? Чтобы мы его сразу увидели Здрасте Здравствуйте Здравствуйте По поводу вакансии Да Так, чаю можно? Да, можно Пожалуйста Так, в общем Мы с вами уже по телефону разговаривали Да Да Вам нужна работа, да? Да Мне просто Самое основное Это денежный вопрос Вот Интересует Сколько Ну и Какой график И чем вообще будем заниматься А приколите Это все сейчас зря И это ну Никак не связано с отцом Это типа другая компания Да Вообще Ну просто Я черт знаю А прикинь лысый подъедет А прикинь лысый подъедет Потому что телефон Ребята Явно был На телефоне Явно был не отец Егоря Примерная часть может составить Как от 500 рублей Так и До 30 тысяч в день В день? Да, в день В среднем Ребята у нас зарабатывают 15 А что за сфера Это Какие-то продажи Или что? В общем У нас сотрудничество С банками Будет свой скрипт У вас будет Своя база данных Вы будете Каждый номер Обзванивать Ну и делать Свою работу Именно по скрипту А что за скрипт? Вот поподробнее Просто хотелось бы узнать Поподробнее Ну Давайте так Не будем ходить Вокруг да около Ну да Вам нужно будет Обзванивать людей Создавать Поле для общения Как бы сказать Представляться Работникам банка И узнавать реквизиты Как Подождите Это же мошенничество По сути Ну почему это мошенничество Сразу Ну Нет Скажем Это небольшая хитрость Ребята Что вы понимали Мы на самом деле Сейчас пытаемся Выяснить про этот офис Что ты туда попасть Потому что мы думаем Что там отец Егорию работает Если он там работает Чтобы мы туда Вы пришли Потому что мы сейчас Не можем никак его найти Он где-то Скрывается от нас Потому что понимаешь Что накосячил Мягко говоря Очень надеюсь Что мы там Сможем его найти И там его Я же вижу Вам нужны деньги Вы парень молодой Я думаю Вы видите Что какое-то дело Да Но надеюсь Просто что Не будет проблем Никаких с законом Да нет Конечно У тебя свободный график Хочешь потом Ездить Путешествовать По всему миру Покупай все Что хочешь А когда можно будет Прийти на Тест какой-то Или на первый день Давайте Встретимся Я думаю Так Я думаю В пятницу В 12 Мы встретимся с вами Я познакомлю вас Со всей группой Покажу вам Ваше рабочее место И Полностью Объясним вашу работу Хорошо А вот Первый тестовый месяц Я сколько смогу заработать? Ну так В среднем Ну Я думаю Минимум 100 Точно заработаю Когда мы сидели в машине Мы не видели Что происходит На встрече И честно говоря Очень переживали Потому что Гоша так себе актер А встреча Действительно была Очень-очень важной Но Гоша большой молодец И справился с задачей И у него получилось Договориться Приехать К ним в офис Гоша Гоша идет Гоша идет Да, это Гоша Пойдем Мошенники Мошенники? Да, это мошенники Чем занимаются? Ну то, что Сбербанк звонят Это они А то, что разводят А то, что разводят А я сейчас позвал Работать Да Там он говорит Зарплаты Типа 15 тысяч в день Он тебе прямым текстом сказал Что он Он пытался сначала Супер завуалировать И потом такой Ну давай по честному Типа Ну понятно Ну это вот Там Мы представляем все Узнаешь там ЦВВ коды Вот эти сзади Типа Тебе бабки нужны? Я говорю Да Он говорит Типа Ну вот мы узнаем Типа Все данные от карты И говорим Куда переводить О конченый Сказал на собесе Левому типу Че-то Да, ребята Это те самые ублюдки Которые звонят бабушкам И всяким доверчивым людям И представляются Техподдержкой банка И разводят людей на деньги Таких контор на самом деле К сожалению Очень много Потому что это приносит Колоссальные бабки Если верить интернету То украли Вот эти конторы За последний год У населения Почти 150 миллиардов рублей Сейчас идем в полицию Пишем заявление У нас есть прямые доказательства И если к этому причастен Лысый этот Мы вообще Мы его просто Вот так вот сразу Зачем начали идти в полицию Пусть Гоша влетает в офис Идет на работу И все Идем в полицию Нет, все Идем в полицию 100% После всей полученной информации Ребята Мы обратились В правоохранительные органы И слава богу Они не проигнорировали Всю эту историю А начали по ней работу Было принято решение По факту Организовать Настоящую Спецоперацию Где Гоша Должен был Как уже более-менее Додоверенное лицо Пойти на первый Рабочий день Поэтому его, ребята Полиция снарядила Как настоящего спецагента Нас, к сожалению Близко Не подпустила Полиция Запретили нам снимать Мы стояли в сторонке Тем не менее У нас есть материал С видеокамеры Гоши Плюс мы все-таки Что-то сняли Поэтому, ребята Обязательно поддерживайте Это видео лайком Вы сейчас увидите Настоящую спецоперацию Я думаю На ютубе Больше вы такого Никогда не увидите Здравствуйте Здравствуйте Привет Привет Да, привет Ну что? Что, идем мы В первый рабочий день? Да, да Какая-то секретная локация Или что? Нет Нет? Просто офис Сейчас я тебя познакомлю С ребятами Да, сначала надо будет Посмотреть, как работает И я втянусь Ну я быстро обучаюсь Паша, Паша, Паша Паша, Паша Там Артур где-то должен быть еще Ебать Ебать То есть он полностью покажет Кто докажет Ну давай Где документы, блядь?